Меня зовут Лисан Хафизова, я дизайнер интерьера и выпускница в ШСД. Заканчивала я и получала диплом, по-моему, в 2019 или 2020 году. Сейчас я учусь в магистратуре на ландшафтного архитектора. Уже второй год, соответственно, в этом году уже защита будет. Меня вот смена профессии настолько увлекла, вовлекла, что я уже не могу остановиться. Я развиваюсь в разных направлениях. Плюс ко всему, я вот тут перечислила, чем я занимаюсь вообще. Участвовала в выставке «Батимат» в 2020 году. Как раз при участии в ШСД они предоставили нам стенды, и была возможность выставить там свои работы, показать себя в дизайне, в деле и поучаствовать. И плюс я участница телепрограммы «Фазенда лайф». Два раза у меня было, как бы с перерывом года, два проекта там было. Поэтому вот опыт тоже есть в съёмке в телевизионных программах. Ну и плюс я сейчас работаю, проектирую интерьеры от 20 до полутора тысяч квадратных метров. То есть 20 – это там минимальная студия, размер которой был. Соответственно, полутора тысячи – это частный дом, который сейчас в работе. Плюс есть опыт коммерческих объектов. Давайте с вами познакомимся, чтобы мне тоже понимать, какая аудитория. Я учусь на четвёртом блоке в ШСД Мархи. У вас четвёртый блок, да? Да, четвёртый блок, да, четвёртый уровень. А по образованию я врач. Вот так вот меня занесло. Здорово. Ну, мне очень нравится это дело. Как бы, да, оно очень вдохновляет и помогает мне развиваться тоже в совершенно другом направлении. И это очень сильно. Очень приятно. А четвёртый уровень – это что, получается? Элементы интерьера. Ну, квартира у вас уже была, получается, дом тоже, да? Да, квартира только была. Дом будет на пятом уровне. Хорошо. Добрый вечер. Не знаю, насколько получится у меня рассказать. Карина. На девятый уровень перешла. Диплом сейчас защита. Очень приятно, Карина. Ну, в сфере дизайна не работаю, но очень близко к этой сфере работаю с накольными покрытиями. Но очень эта сфера интересная. Хотела с ней работать. Поэтому ваш опыт очень интересен. А, хорошо. Хорошо. Наталья, вижу, в чат написала. Только закончила восьмой уровень. Вышли на диплом. Здорово. Ну, хорошо. У меня, знаете, первое образование тоже, скажем так, пришло уже в зрелом возрасте в дизайн. Первое образование у меня было биологическое. Ну, как бы все годы не работала по специальности. Потом работала в крупной компании, в FMCG, в Pepsi. Занималась продвижением, маркетингом. А потом вот, как бы, перешла с головой в дизайн. И сейчас здесь развиваюсь. Ну, хорошо. Спасибо вам большое. Значит, мне понятно. Я примерно так и предполагала, что будут студенты в основном, да, те люди, которые начинают свой путь, что-то уже знают, кто-то сталкивался, кто-то не сталкивался. Тогда давайте так договоримся. Я начну презентацию, буду рассказывать. Если у вас, по ходу, возникают вопросы, вы, пожалуйста, там, пишите в чат или подключайтесь со звуком. Хорошо, потому что, ну, в конце забудется, а если что-то вот в моменте приходит, будем обсуждать, чтобы у нас такая двусторонняя связь тоже была, чтобы я не просто там как лекарь отарабанила и ушла. Потому что мне, в первую очередь, интересно то, что важно вам, да. И, наверное, начну с того, почему, в принципе, как бы сегодня эта лекция есть. И большое спасибо руководству ВШСД, что дали такую возможность и как бы всегда открыты к диалогу. У меня, правда, была вот какая-то внутренняя подребность после того, как я присутствовала на Дне открытых дверей. Я увидела, насколько интересные взрослые, зрелые люди приходят как бы в эту профессию. И захотелось, наверное, поделиться своим опытом, потому что для меня это тоже было все как бы пока свежо в воспоминаниях, да. Я помню как бы свои впечатления, ощущения, когда вот училась, какой информации недоставала, что хотелось узнать, да. Потому что дизайнер все-таки такая профессия, которая, ну, невозможно, мне кажется, раз она всегда выучится чему-то там, пройти программы и вот как бы на этом опыте существовать. Такая профессия, которая постоянно требует развития, новых навыков, мне кажется, дизайнеры вообще, люди, которые не перестают обучаться, да, там какая-то новая программа вышла попробовать. Насмотренность, опять же, да, там в поездке мы ездим, что-то узнаем. К поставщикам ездим всегда на презентации, да, опять о материалах, то есть как бы постоянно ты должен держать руку на пульсе, быть всегда, ну, скажем так, вот всегда открытым ко всему новому и впитывать информацию и уже как бы перерабатывать это и применять. Соответственно, сегодня я бы хотела рассказать вам, в принципе, про этапы создания дизайн-проекта, да, с чем работает дизайнер, какие услуги он может оказывать и, наверное, каким образом можно сформировать свой набор услуг, то, что подходит, будет подходить именно вам, да, на что опереться, на чем основывать свой выбор, то есть какие-то вот практические, может быть, знания. Поэтому, если будут вопросы по ходу, да, опять же, задавайте. Значит, первый этап, это сейчас расскажу вот просто такой, как жизненный цикл, наверное, проекта, да, и он, в принципе, занимает, наверное, где-то от месяца, в зависимости от наполнения услуги, там, до двух даже лет будет, может занимать, если это полная реализация какого-то крупного объекта, например, там, частный дом, где вы подключились на этапе, там, строительства и консультировали по планировке, и далее заканчиваете уже реализацией этого объекта. Значит, первый этап – это знакомство, знакомимся с клиентом, да, подписываем договор, общаемся с ним, выясняем потребности, заключаем ТЗ. Дальше приступаем к обмерам помещения. Предлагаем планировочное решение. После того, как понятна планировка, переходим уже непосредственно к дизайну, да, дизайн-концепция, общее помещение, каждой отдельной комнаты, которая дальше переходит в визуализацию интерьера. После того, как мы понимаем, из каких материалов мы будем делать, как это будет выглядеть, да, да, следующий этап – это рабочая документация и чертежи. То есть это фактически дорожная карта, которую мы передаем строителям, чтобы нашу задумку они могли воплотить в жизнь. А далее спецификация, да, потому что мало просто придумать красиво, да, надо еще и обеспечить материалами и понимать, из чего это будет сделано, какое количество необходимо, сколько это будет стоить. Комплектация и подбор – это уже процесс реализации, когда проект вы завершили и далее переходите непосредственно к стройке. Авторский контроль, надзор, сопровождение. Тут есть нюансы в том, как это все называется. Если есть подробность, там чуть позже про это поговорим. И, скажем так, финальным аккордом, да, и заключительной точкой, тот вот момент, когда ты видишь результат своего труда для дизайнера, является фотосессия и непосредственно реализация этого объекта. То есть даже если нет возможности провести там фотосъемку, мы как бы… есть потребность в том, чтобы увидеть результат нашей работы, да, когда ты видишь из того картинка, которая у тебя внутри была в голове, что ты представлял, как это будет. И это решение подбирал материал, и ты видишь, как это вживую находит, находит свою реализацию. Это такие вот, скажем так, ключевые, наверное, ощущения для дизайнера видеть результат своей работы. Вот. И это очень важный этап. Дальше про каждый поговорю подробнее. Первый этап – это знакомство, заключение договора с заказчиком, обсуждение брифа, да, что необходимо, что, как бы, что важно, да, соблюсти. А тут заказчик, как бы, возникает самое первое, там, доверие между клиентом и между дизайнером. Потому что, как я уже сказала, процесс достаточно долгий, создание дизайна интерьера. И тут важно, чтобы они, как бы, доверились вам, да. Очень важно наладить какую-то, вот, там, очень близкую коммуникацию друг с другом. Это вот как с врачом, да, как бы, в зависимости от того, чем ты будешь более открытым, чем больше ты расскажешь, как бы, приходя, там, на консультацию, будет зависеть, там, точность какого-то диагноза, правильность решения, да. И также здесь дизайнер – это человек, с которым заказчик коммуницирует потом очень долгое время. И, ну, как бы, с нами надо быть, там, максимально откровенными. Поэтому нужно создать максимально вот эту вот какую-то атмосферу доверия, да, чтобы расположить к себе человека, чтобы он вам открылся. Потому что вы будете коммуницировать, там, и с его супругой, будете спрашивать, там, вопросы про бюджет, будете спрашивать вопросы, как вы спите, про ваши привычки, да, что вы любите делать, где вы любите отдыхать для того, чтобы, ну, как бы, показать, там, и сделать максимальный результат. Поэтому всегда на первом этапе больше слушайте, да, что нравится, что не нравится. Задавайте наводящие вопросы, открытые, чтобы люди, там, делились с вами, спрашивайте. Казалось бы, уже какие-то, может быть, вопросы, которые не относятся непосредственно к дизайну, могут вам дать гораздо более понимание, больше понимания о привычках заказчика, да, что он любит, да, вот те вопросы, там, где он любит отдыхать, там, какие музыкальные предпочтения у него, как он разговаривает, как он одевается, да, потому что из этого уже тоже можно сделать много выводов на тему, как с ним дальше будет работать, да, что ему понравится с точки зрения ваших предложений. Открыт он будет новым каким-то дизайнерским решением или консервативен. С точки зрения цвета, да, тоже там по внешнему виду очень много можно узнать, общаясь с человеком. Это с точки зрения коммуникации. Но на самом деле, когда мы во зрелом возрасте приходим уже в профессию дизайнера, и у нас есть за плечами какой-то там бэкграунд с точки зрения, у нас есть, во-первых, жизненный опыт, да, очень, очень богатый. Мы уже взрослые люди, у нас есть там свои семьи, есть дети. Мы сами себе порой там делали какие-то там ремонты, покупали квартиру, проходили вот через этот. Мы понимаем, что, как бы мы больше понимаем заказчиков, чем, скажем так, там, те же студенты, которые вот только заканчивают институт, да, там, и не имеют какого-то своего жизненного опыта. У нас поэтому есть очень большое преимущество. Мы очень хорошие коммуникаторы уже вот к этому возрасту, да, и имеем опыт за плечами. Мы лучше договариваемся с людьми, мы можем, как бы, лучше проводить переговоры, скажем так, да, вот более эмпатичны, быстрее понимаем потребности наших заказчиков. А с точки зрения юридического оформления, я, как бы, даже и на первом этапе, и в самом начале рекомендую очень заключать договор. Пусть у вас будет какой-то, даже, знаете, там общий, может быть, шаблон. А в дальнейшем, когда вы уже войдете в профессию, вы будете там с юристом прорабатывать непосредственно под вас, под ваши услуги. Но на первом этапе достаточно просто там какой-то договор прочитать, адаптировать в него немножечко для себя и заключать все-таки даже там со знакомыми, да, потому что так будет спокойнее обеим сторонам. У вас будут прописаны ваши обязательства, будут прописаны сроки, состав, что туда входит, да, и у человека тоже будет, как бы, больше доверия к вам. Вот. Ну и плюс, как бы, все вот там документальные вещи, это все, так как, в принципе, у нас сфера, она все равно сопряжена с долгой услугой, со сложной услугой, с дорогостоящей услугой, да, и ремонт – это все-таки всегда большие деньги, поэтому чем, скажем так, внимательнее вы будете относиться к выполнению договоренности, да, там, чтобы были договора и это шаблоны документов, чем как бы ярче вы будете показывать, что у вас все под контролем, тем больше будет доверия и, скажем так, тем проще будет идти вот сам процесс вот коммуникации заказчиком. Следующий этап уже после того, как мы познакомились, встретились, да, иногда это бывает там онлайн знакомство, потом встречаемся, иногда все проекты выполняются на удаленке. Следующий шаг – это что же необходимо, в принципе, да, заказчику? Это формирование технического задания. Это может быть частная беседа, как бы вот вы просто беседуете, общаетесь, что важно. Это может быть какой-то там шаблон анкета, который вы отправляете, и заказчик сам там в свободное время заполняет. Но, на мой взгляд, эффективнее, когда у вас диалог. Вы встречаетесь и заполняете вместе эту анкету, потому что от того, насколько полно она будет заполнена, да, там, насколько больше вы вопросов зададите, это и технические вопросы, да, там, что должно быть, какие приборы он использует, какое наполнение, там, вентиляция, кондиционирование, тёплый пол, умный дом, что из мебели необходимо в каждой комнате, какие размеры кровати, да, вот, там, на чём предпочитают спать, диван раскладной, не раскладной. Вот, чем больше вы вопросов зададите, и тем, как бы, полнее будет вот этот вот ваш там бриф, техническое задание, чем больше информации на этом этапе вы получите, тем меньше будет переделок в дальнейшем. Соответственно, тут и, как бы, отделочные материалы вы обсуждаете, и на этом этапе обязательно обсудить уже бюджет, да, там, примерный, что заказчик, на какую сумму рассчитывает. Конечно, не все, там, следят за рынком, там, строительных материалов или, там, не знаю, сколько мебель, хотя бы для того, чтобы вам ориентироваться, да, вы должны спросить, то есть, если заказчик, там, затрудняется с тем, чтобы назвать полный бюджет, который он хочет потратить на ремонт, да, например, там, можно у него спросить, сколько должен стоить диван, или, там, как вы считаете, сколько должна стоить кухня, и уже в зависимости от его ответов, как бы, вы поймете, да, там, ну, вот, какой, на какой, на какой бюджет что предлагать, какие материалы использовать, какие решения, да, вы будете предлагать, то есть, тут все обсудить. Соответственно, вы тоже должны знать, какие вещи, ну, как бы, держать руку на пульсе и понимать, что, сколько стоит, да, поэтому всегда расширяйте, там, базу поставщиков, узнавайте, сколько стоит, следите не просто, вот, с точки зрения, там, насмотренности, да, вот, там, смотрим, там, в Инстаграме подписываемся, Pinterest смотрим, но и оценивайте, сколько это примерно, да, будет стоить, потому что заказчик очень часто приходит со своей какой-то очень красивой картинкой, и, как бы, с большей, ну, с красивой картинкой, с маленьким бюджетом, не от того, что там, вот, он там хочет канарейку за копейку, а просто потому, что он не знает, сколько это может стоить. И вот эти вот вопросы, их на самом деле не надо бояться обсуждать, спрашивать, это не с точки зрения того, что, там, вы меркантильный или хотите, там, там, по максимуму освоить бюджет, да, вам просто будет, как бы, на этом этапе проще понимать, какие решения вообще предлагать в данном случае, да, что хочет человек, плюс, также по стилю, опять же, там, что человеку ближе, если он выбирает, там, современные какие-то вещи, да, это будет одна планировка, если заказчик выбирает, например, там, показывает вам, там, современную классику или, там, французский стиль, вот что-то такое, да, соответственно, и планировочные решения в этом случае уже должны передавать этот стиль, должна быть симметрия, там, возможно, анфилады, вы уже будете понимать, что, там, с точки зрения объемов и планировки, как работать, уже после того, как будет заполнено техническое задание. После того, как техническое задание заполнено, вы познакомились, соответственно, как бы проговорили какие-то нюансы, все пожелания, да, опять можно прилагать референсы, там, ну, сами показывайте, да, там, какие, например, в каком стиле вам нравится работать, просите референсы, какие-то картинки со стороны заказчиков, пусть они вам присылают, потому что люди, которые планируют ремонт, они все равно, ну, как бы тоже сохраняют, это, как бы сейчас очень все доступно, и это не только там в поисковике, да, у всех, все подписаны в Инстаграме на дизайнеров, там, в чатах дизайнерских состоят, в Селеграме, в Пинтерестом умеют пользоваться, то есть такие все сейчас продвинутые и даже начинают, ну, как бы разбираются в стилях, говорят, там, в Джапанде мне нужен, да, или там минимализм, ну, в стилях, в материалах, поэтому не спрашивайте у них, у них точно есть все сохраненки, тем, что они делятся, на кого подписаны, так вот проще будет понимать, да, что вам предлагать, и, скажем так, чтобы вы попали сразу в сердце, да, там, в точку со своими предложениями, своими идеями какими-то. Следующий этап, после того, как вы все подписались, руки пожали, все у вас хорошо, и вам пришла предоплата за этот этап, потому что очень часто бывает, когда заказчик пришел, проект взяли на радостях, все, побежали уже делать, уже там все придумали и планировку продумали, вот, а оплату, как бы, взять забыли, и, а потом уже вроде как неудобно и так далее. Поэтому старайтесь сразу работать, как бы, там, по предоплате за определенный этап, да. Если комфортнее, делите на несколько этапов, если там вам или заказчику кажется, что там сразу, там, сумма за все очень большая, делите на этапы, вот. Значит, с точки зрения обмерного плана, я думаю, что все вы умеете уже, там, вы, как бы, понимаете, как проводить замеры и, как бы, что важно, да. Я просто хочу рассказать, что помимо ручного, ручных замеров, да, обмера, когда мы там с рулетками ходим, все обмеряем, есть еще 3D-сканирование. Очень удобное, когда сложные помещения, большой объем или, например, там, зимой, да, что-то там, какая-то там коробка дома неотапливаемая, она очень сильно помогает сэкономить время и дает точность результатов, потому что результатом вот этих вот там 3D-обмеров является уже, помимо самого обмерного плана, который начерчен чаще всего в архикаде, выдается еще и облако точек, да, плюс там, где вы можете посмотреть все выводы коммуникации, все размеры, выступы. Это вот, как бы, очень удобное решение, поэтому, если будет вдруг там какой-то там большой объект, объемный или сложный с точки зрения, там, знаете, там, какие-то неровные стены, потолки, может быть, кессонные, либо это там вторичные, точка, где уже стоит мебель, сложно там что-то промерять руками. Есть такая услуга, она достаточно доступная сейчас уже стала и очень распространенная, поэтому имейте в виду, что это можно, как бы, делегировать этот этап. Если делаете обмеры сами, что важно, да, всегда делайте фото и видеофиксацию. Как бы, каждую стенку фотографии, видео прошли, сняли от входа, потому что, когда сделаны обмеры, потом вернулись, где-то что-то могут, какие-то там размеры не совпадать. Всегда бывает полезно открыть фотографию, еще раз вспомнить, как там тут стык, где вывод там, это канализация или это вент-короб, да, там, что там зашито. Вот эти вот вещи бывают очень нужны, поэтому не забывайте делать. Плюс очень полезен бывает вид из окна. На этапе, когда вы будете создавать уже 3D-визуализации, бывает, знаете, как бы дополнительный бонус, когда и, скажем так, индивидуализация вот визуализации, да, когда можно вставить вид из окна конкретной квартиры на визу. И он такой, ааа, больше впечатлений, да, они сразу это отмечают, какие-то вот такие вот моменты. Поэтому ведь из окна тоже вышли, сфотографировали, чтобы потом отправить там или вставить визуализацию, да даже на коллаж. Это все равно, как бы человек будет понимать, что вы делаете конкретно для него, да, то есть вот такой вот там эксклюзив и личностный подход. Но обязательно, конечно, промеряем размеры всех выводов коммуникации, да, то есть стеночки не забываем, все высоты и обязательно, где какой вывод, да, потому что что-то можно переносить, что-то нельзя переносить, плюс материалы стен, да, опять же, это там важно, что-то из блока, что-то из монолита, для того, чтобы вы понимали, если потом, например, нужно проложить там электрику или сантехнику, можно ли это проложить внутри стены, там можно вштробиться, нельзя вштробиться, да, что-то монтировать там и так далее. Это тоже очень важно указать на вот на этапе обмера, потому что обмерный план, это обычно там час-два, когда у вас есть доступ в квартиру, там прийти все сделать и, а потом уже там, ну, нет возможности, ой, я там тут-то не перемерил, тут я там подзабыл, можно ли еще раз, это уже как-то, знаете, так не, ну, не очень профессионально выглядит, поэтому перед обмерами всегда сделайте чек-лист заранее, да, распечатайте план, даже если у вас есть там план застройщика, на нем проще будет указывать размеры, напишите себе там, что вы должны проверить обязательно, там, размер стен, высоты подоконников, там, размеры окон, выводы все, коммуникации, материалы стен, и вот эта вот напоминалка вам, она будет уже помогать непосредственно во время обмеров. Следующий этап – планировочное решение. Как бы с планировками, мне кажется, я не знаю, я знаю, что дизайнеры очень любят вот этот вот этап, когда, в принципе, на нем уже, да, весь дизайн зачастую складывается у тебя в голове, ты понимаешь, какие решения ты будешь, что ты хочешь там применить, как это возможно там разместить, да, поэтому это такая, конечно, большая часть, которая прям требует, ну, отдельный блок, да, изучения, но ключевые вещи, скажу, да, что важно. Есть правила эргономики, то, что удобно, да, плюс еще правила перепланировки вы должны тоже учитывать, потому что не, скажем так, не бойтесь спрашивать, да, есть конторы, как бы фирмы, которые занимаются там планировочным решением, согласованием и перепланировок, у них очень часто бывает бесплатная консультация, они очень открыты, поэтому если у вас есть какие-то там сомнения, можно так сделать, там, перенести, согласуемо это будет, не согласуемо, можете всегда просто проконсультироваться бесплатно, это вас ни к чему не обязывает, но лучше сделать это на этом этапе, чем потом что-то переделывать или как бы понять, что то, что вы придумали, оно нереализуемо, да, заказчик уже влюбился, ему это уже понравилось, а сделать это в реальности нельзя. У них есть, как бы, есть чаты, мне кажется, даже я скину чат, там, где они точно так же ведут и делятся своей экспертизой, да, рассказывают, что можно, что нельзя, потому что, ну, скажем так, чем подкованнее дизайнер, да, тем быстрее и эффективнее с ним потом работать, да, вы знаете, где что нужно согласовать, как это сделать, допустимо, недопустимо, да, опять же, ну, это, скажем так, обоюдное всегда сотрудничество, взаимовыгодное. Никогда не предлагайте решений, которые невозможно согласовать, вот, если вы знаете, что это согласуемо, да, ну, это, например, может стоить денег, но это возможно согласовать, можно предлагать. Если вещи несогласуемые, не надо, это будет, знаете, вот, как бы, иногда держимся, там, ну, на начальном этапе, особенно за какие-то, вот, там, заказы, да, такие, там, а вдруг это вот, там, вот, мой шанс, но начинают какие-то, вот, вещи, знаете, там, снести короб, да, там, там, расширить санузел, давай кухню немножечко, там, подвинем на туалет соседа. Не вязывайтесь в это, не соглашайтесь, потому что если на этом этапе, знаете, вот, как бы, будут, ну, заказчик будет, ну, настаивать, он и, в принципе, и дальше вся коммуникация, она может не выстроиться. Ну, честно, будут у вас, там, и объекты, и проекты классные, ну, не стоит вязываться, как бы, есть все равно, тоже, ну, скажем так, понимание, там, ценности работы дизайнера, да, если доказчик этого не понимает, ну, не надо жалеть и расставаться, ну, как бы, жалеть о том, чтобы расстаться, вот. Опять же, количество вариантов, да, вот, как бы, кто-то делает, там, 2-3, кто-то делает, там, 10-12, но всегда мы понимаем, что есть вариантов, мы можем навертеть очень много, да, да, ну, там, с точки зрения, как бы, там, как, вот, как, это, как, вот, нам, иногда задача по математике, да, люди, вот, аналитическим, им, вот, очень нравится, вот, эти вот, переставлять местами, все, а можно еще вот так, можно вот так, вот так. Выбирайте лучшие варианты, да, пусть это будет 2-3, но это будут сильные, то есть, потому что заказчик, потом, он тоже, ну, как бы, там, на третьей планировке, он уже теряет, вообще, там, фокус, он не понимает уже, в чем разница. Показывайте сильные варианты с теми решениями, которые вы хотите предложить, да, не показывайте, в принципе, там, весь вариативный ряд, что это может быть, показывайте то, что вы хотите сделать, да, и можно для примера сделать, ну, один вот вообще прям креативный, ну, чтобы показать, я не знаю, широту, там, вашего креатива, да, что это может быть, но там всегда 2-3, вот, там, самых оптимальных, этого обычно бывает достаточно для того, чтобы собрать из них какой-то вот индивидуальный. Еще такой момент, как бы, скажем так, не все заказчики понимают, вот, планировки в плоскости, да, в 2D. Если есть возможность, и вы работаете, там, например, в Архикаде, да, или в Ревите, показывайте, даже просто вот при инскрине экрана, показывайте в объеме решения. Если это сложно, предлагайте референсы, показывайте референсы с теми или иными решениями, например, там, в ванной какую-то нишу, да, хотите сделать, ничего такого нет, если вы, у вас есть какой-то референс, похожие решения, вы покажете, как это будет, да, потому что, ну, заказчику сразу будет понятно, и даже какие-то смелые, может быть, да, вещи, которые, там, он, в принципе, их и не видел никогда, если вы ему покажете просто на плане, он их не поймет, а если покажете в объеме или, вот, там, как это может быть, там, в картинке, пусть даже, там, не знаю, там, с другой цветовой, с другими материалами, в другом интерьере, тут больше вероятности того, что вам согласуют это решение, вы сможете его применить. Что важно, да, что чаще всего просят, помимо, там, вот, как бы, стандартного вот этого расположения, чаще всего сейчас просят выделять отдельно постирочную, если есть такая возможность по площади, всегда, ну, как бы, предлагайте такой вариант, да, показывайте уже, имея в виду, что это, это надо, даже если, там, заказчик в брифе не говорил, что это должно быть отдельное помещение, продумывайте места хранения, да, всему всегда не хватает, там, шкафов, мы сейчас, там, видим очень много кухонь в потолок, да, очень любят заказчики это делать, все шкафы в потолок, антресоли на антресолях, любят очень это, поэтому всегда, да, какая бы, там, красивая задумка у вас не была, да, есть все равно утилитарные какие-то вещи, которые, ну, без них не обойтись, да, там, всегда забывают, где будет храниться гладильная доска, где будет человек сушить белье, даже если у него есть сушильная машина, там, досушивать, где корзина для белья, где, там, хранить ведро, швабру и пылесос, вот эти вот вещи, как бы, в первую очередь надо продумывать и дальше уже, там, думать о красоте, да, в первую очередь какие-то практичные вещи по планировке, что касается. Дальше я всегда делаю общую дизайн-концепцию для того, чтобы согласовать уже на этом этапе, да, какие материалы мы будем использовать, какие цвета нравятся заказчикам, да, какой это стиль будет, общую концепцию какую-то. Ничего тоже в этом нет страшного, если вы, например, будете подбирать референсы тех или иных решений с других каких-то понравившихся интерьеров. В любом случае, то, что вы соберете, это будет ваш, но если есть что-то там подходящее, да, чтобы показать и влюбить, вот, в будущий интерьер, да, уже, уже, как бы, передать свою идею, да, чем больше у вас будет инструментов для передачи своей идеи, тем проще будет и вам презентовать ее, и тем проще будет заказчику, как бы, ее понять и согласиться с ней. Поэтому делайте общую концепцию на, там, на объект, там, это для дома, да, или, там, или квартиру. И уже отдельно по комнатам. Кто-то делает коллажи, кто-то не делает коллажи. Это все, на самом деле, очень индивидуально. И каждый дизайнер работает, скажем так, с тем набором инструментов, да, с которым ему комфортно, который ему нравится. Здесь нет такого, что вот это правильно, это неправильно. Самое главное, вот еще раз, да, чтобы заказчик понял вашу идею, чтобы вы ее могли презентовать, донести, и заказчик, чтобы ее принял, как бы, полюбил, согласовал. Вот, вот это вот самое важное. Поэтому, если, как бы, коллажи, можно делать коллажи. Кто-то делает, там, в прокреете, да, кто-то делает в фотошопе, кто-то делает объемный, кто-то делает плоскостный. Не важно, как бы, просто, даже если вы просто там надергаете с разных решений и сделаете это на один лист, и это будет понятно заказчику, ну, блин, это классно. А дальше подбор реальной мебели, да. Если делаете коллажи, показываете уже, как бы, те модели, которые действительно будут в проекте, да, не какие-то там вымышленные. Не знаю, если у вас там небольшой бюджетный проект, не надо ставить мебель, там, какое-то там кресло супердизайнерское, там, итальянское, да, которое там стоит 800 тысяч. Не надо его ставить и показывать, потому что есть такой момент, что заказчики влюбляются в картинку, которую вы им презентуете, и дальше они будут это хотеть. И может быть тоже разочарование между тем, что, вот, как бы, ожидания, реальность, да, они все равно должны быть. Если какие-то вещи действительно хочется поставить знаковые, общайтесь, предлагайте, просто говорите, это стоит столько-то. Бюджет, он же, в принципе, ну, как бы, даже если есть вот там какое-то ограничение по бюджету, мы понимаем вещи, на которые их там нельзя экономить, но где-то, где-то, не знаю, можно кресло какое-то классное поставить, но сэкономить на плитке, например, да, если там это фоновое, ну, какая разница, это будет там за 15 тысяч итальянское или там за 2 тысячи наша российская, она может выглядеть одинаково. Плюс коллаж, если используете, это всегда основа для визуализации, да, потому что на коллажах всегда очень, ну, гораздо быстрее что-то поменять, там, я не знаю, какой там цвет поменять, да, отделка, это будет там панель гипсовая или шпанированная панель. Вот это все быстро, потому что когда на визуализациях уже очень долго это все править и по времени дольше занимает. Про концепции. По визуализации, да. Честно вам скажу, что вот планировки, вот с точки зрения, скажем так, там, программ, да, потому что мы очень долго учимся, у нас уже нет столько времени на то, чтобы уделять времени учебе, да. Я вот, честно скажу по себе, знаю, что какие-то новые программы компьютерные очень сложно проходить, потому что это уже там не, ну, как бы не мозг, когда там в 20 лет ты проходишь и это схватываешь на лету, да, и интуитивно все понимаешь. Тут уже нужно время, которое тебе нужно отрывать там от семьи или от своей второй работы. Часто бывает так, что вот как бы на начальном этапе, да, хочется, ой, я еще вот эту программу не знаю, а я еще вот эту программу не знаю. Невозможно на самом деле охватить все. И вот с точки зрения каких-то вот сложных вещей, например, там, визуализация, да, это сложная программа 3D Max, которая требует очень большого инвестиций по времени для того, чтобы там были, ну, чтобы добиться качественного результата. Кому-то это нравится, кому-то не нравится. Вот у нас есть девушка в группе, которая с нами заканчивала, она, как бы, ей прямо это очень понравилось, она сейчас работает визуализатором, то есть вот создает классные визуализации, вот. Но большинство, насколько я знаю и с кем общаюсь, все-таки визуализации, ну, в конечном итоге делегировали. Есть разные совершенно по стоимости визуализаторы, да, в зависимости там от качества работы, от тех объектов, с которыми работают, и от 300, там, за 800 рублей за квадратный метр можно найти визуализаторов и переложить эту часть, да. Главное, чтобы, ну, скажем так, вы могли какими-то инструментами своими доступными передать идею, опять же, да, не важно, что это будет, и не обязательно уметь работать во всех программах, да. Выберите для себя то, с помощью чего вы сможете сделать, а, планировку, да, там, начертить как-то, и донести идею для заказчиков. Все остальное, на самом деле, можно делегировать, вот. И обязательно используйте реальную мебель, да, и либо какие-то, если вы предлагаете решения, вы должны понимать, как и из чего вы будете это реализовывать, да, потому что очень много красивых картинок там на сайтах, в визуализациях есть, которые просто смотришь, и, блин, классно, но ты не знаешь, как это реализовано. Если у вас нет уверенности, да, как это сделано, если вы сами не понимаете, не берите такие решения, ну, как бы берите, выбирайте что-то попроще, но с тем пониманием, как вы это будете делать. Есть куча эффектных, простых решений, которые и легко реализовать, и, ну, они понятны, как это сделано, да, потому что будет плохо, если в конечном счете, ну, вот, опять же, заказчик влюбится в картинку, а вы не понимаете, как это сделать, строители, как бы тоже, да, могут быть разные, кто-то знает, кто-то не знает. Опять же, очень много, очень быстро рынок развивается, очень много выходит решений каких-то, там, профили, подсветки, встраивания, да, не все знают, как это реализовать. Либо это должен быть какой-то специалист, там, строитель с высоким уровнем подготовки, и он будет стоить совершенно, там, других денег, вот, и потом, ну, как бы, либо будет что-то испорчено, либо ожидания реальности не совпадут. Берите то, что, а, вы знаете, где это купить, сколько это будет стоить, и как это сделать. Вот, как бы, на первом этапе, чем больше у вас уверенности будет в ваших решениях, тем будет круче, тем больше, чем больше уверенности будет, как бы, в вас, тем заказчик будет больше вам доверять, да, и, соответственно, и, ну, скажем так, лучше будут отзывы от вашей работы, да, и вы будете спокойнее, он будет спокойнее, вот. Есть сайт 3dd.ru, где, в принципе, там, мне кажется, это самая большая база моделей для 3D-моделирования. Оттуда можно брать и для коллажей, там есть и разные варианты отделки стен, очень много моделей и освещения, и мебели, оттуда, как бы, все это можно там скринить и использовать для коллажей. Вот, это с точки зрения визуализации. На самом деле, если визуализацию делаете не сами, вот здесь у меня просто приведено, да, как было сделано ТЗ для визуализатора, это план комнаты, это может быть просто на плоскости, либо, если вы планировку чертите сами, и, может быть, что-то делаете уже в 3D, можно отправлять просто файл с обмерами, да, которые у вас есть, или файл, очерченность, планировка, отправляете визуализатором, он уже, ну, как бы, там, будет работать, ну, быстрее использует это, подгружает в 3D Max, и меньше времени на то, чтобы там выстроить само помещение. Дальше просто можете кидать ссылки с сайтов производителей. Если делаете сами, очень много производителей, у них есть база своих 3D-моделей, да, если этого нет, там, на 3DD, можно спрашивать у производителей, они всегда, как бы, тоже это отрисовывают, заинтересованы в том, чтобы их продукцию использовали дизайнеры, и для простоты тоже нанимают визуализаторов отрисовывать модели для того, чтобы потом делиться ими с дизайнерами. Вот, поэтому и у поставщиков это тоже бывает. Вот, соответственно, просто присылаете ссылки, да, либо на модели, либо на самого производителя вот этого. Просто пишите, что-то прописываете, что-то можете, вот, как бы, калаш вставить, да, ручную подписать. Вообще не важно. Главное, чтобы вы могли понятно передать свою идею. Как это будет? На коленке начерчено, просто будут картинки собраны. Это вообще на самом деле значения не имеет. Но чтобы на визуализаторы, он тоже, ему главное понять идею, и дальше он все сделает. Ну и вот, соответственно, здесь вот это какой был калаш, и как это сделано в визуализации. Все, все точь-в-точь. Большой блок про чертежи. Как бы тут долго останавливаться, наверное, не буду. Что важно? Чтобы чертежи были понятны для строителей и для заказчика, особенно если, как бы, вы не сопровождаете, не делаете авторский надзор. Чем более проработанными будут все там узлы, разрезы, да, если вы будете показывать, как там монтировать подсветку, тем больше вероятности того, что это будет реализовано именно так, как вы задумали. Потому что если у вас это не прочерчено и не пояснено, как это сделать, строитель смотрит, и он с этим не сталкивался раньше, он не будет там идти на YouTube смотреть ролики, он не будет это выяснять, он сделает так, как ему проще. Раз. Либо он скажет заказчику, что это невозможно реализовать, это вообще там что-то не то. Но, во-первых, от того, что он не знает, да, либо там не хочет заморачиваться, им, конечно, проще всегда сделать там быстрее, проще и так далее. Вот. Но если у вас там есть какая-то задумка, и у вас будет узел в чертежах, значит, он будет обязан сделать уже в соответствии с вашим проектом. И это будет ровно так, как вы задумали. Опять же, не используйте тоже, ну, скажем так, не используйте те решения, которые вы сами не знаете, как они могут быть реализованы, да. Куда обращаться за всякими там узлами, разрезами? Обращаться непосредственно к поставщикам. Например, поставщики всяческих теневых профилей, у них есть памятки с рекомендациями по узлам. Как их устанавливать? У них есть, ну, как бы мануал, да, там, и для дизайнеров, и для строителей они ролики снимают. Спрашивайте по карнизам точно так же, да, там поставщики, которые продают карнизу, лепнины, у них также можно спрашивать по световым профилям, да, там, узлы, разрезы, как это монтировать, как сделать такой эффект. Не стесняйтесь, спрашивайте, задавайте вопросы, они очень часто делятся, просто может быть этого не быть, там, например, на сайте в свободном доступе, да, но под запрос они это присылают. Вот, опять же, важно там на планах, на развертках везде ставить реальные размеры мебели, да, ну, вот, как бы самый такой яркий там и примитивный, самый простой пример, это когда там мы ориентируемся на размер кровати по размеру матраса, да, габарит кровати, он всегда гораздо больше, поэтому рисуем там, если у нас матрас 180 на 200, рисуем кровать не 180 на 200, а выбираем непосредственно модель и смотрим ее габариты, она может быть там и 230 в длину, и 240 в длину, поэтому ставьте всегда именно те модели, которые вы поставили в визуализацию, сравнивайте их размеры, чтобы потом не было там сюрпризов, да, вот, как бы вот этих нестыковок. Чем больше вы продумаете на этапе проектирования, тем проще потом будет и лучший результат на этапе реализации. Даже если вы не будете вести там авторский надзор, если в процессе реализации заказчик будет заниматься этим сам, и у него не возникнет каких-то там сложностей, да, он сделает это в соответствии, он сам будет делиться с вами фотографиями, будет присылать видео, и это вы тоже также можете там в дальнейшем использовать в своем портфолио. Развертки и чертежи заказной мебели поставила звездочкой. На самом деле не все дизайнеры их делают, и не всегда они бывают нужны, да, если это, например, там какая-то история с флиппингом, нужно быстрый какой-то проект, недорогой, то развертки по стенам, там с раскладкой, плитки, там с соблюдением швов, ну вот поверьте, они в принципе как бы их даже смотреть не будут, там вопрос идет во времени, и строительные бригады соответствующие выбираются. Чертежи заказной мебели, опять же, как бы это зависит от того, от наполнения вашего проекта, да, они могут быть, могут не быть. Может в основной пакет они не входить, но быть как дополнительной опцией, да, пакет чертежей уже на этапе реализации. Если вы ведете авторский надзор, тогда вы говорите, окей, там эти будут чертежи. На самом деле и по разверткам, и по планировкам поставщик или там производитель мебели, он всегда делает свой чертеж. Вот, поэтому тут как бы под звездочкой кто-то включает, кто-то не включает. Ведомость о спецификации. Тут тоже как бы минимум, что должно быть в составе проекта и в составе чертежей, это ведомость отделочных материалов и ведомость электроустройств. На самом деле это основа для расчета строительной сметы, и без этого какой бы вас классный проект не был, строители не могут посчитать смету. На самом деле уже как бы уходят те времена, когда строители говорили стоимость своей работы там за квадратный метр, да, сейчас просчитывают конкретно по дизайн-проекту. И более того, как бы очень часто хорошие бригады, они просто не работают без дизайн-проекта, потому что они не понимают какой там набор услуг, они не могут озвучить стоимость и посчитать смету. Поэтому подбирайте всегда реально отделочные материалы, что это будет, да, конкретное, наименование плитки. Выбирайте, даже если у вас там просто визуализация без подбора, всегда показывайте там, что это может быть, какая плитка может подойти, да, какой размер, что вы закладывали в основу, что у вас было в визуализации. Даже если они будут потом как бы подбирать просто какие-то аналоги, будет гораздо проще рассчитать количество и понять, что нужно. Значит, ведомость отделочных материалов, да, это там краска, плитка, напольные покрытия, все площади по потолку, что это там натяжное будет или нетяжное, плентуса, молдинги, вот это все должно быть посчитано. Но оно считается автоматически, как бы в программах, там, архикад автоматически это считает по покрытиям. Плюс ведомость электроустройств. Вот это вот самая веселая, конечно, штука, когда надо посчитать, какие рамки однопостовые, двухпостовые, трех, вот это вот вся феерия, потому что это всегда нужно закупать на первоначальном этапе, поэтому это лучше, чтобы тоже ведомость этого была. Кого каких рамок, каких там, сколько розеток, сколько телевизионных, сколько чего, это тоже все рассчитывается автоматически, настраивается достаточно просто в архикаде, и это можно, даже если вы делаете чертежи сами, с какими-то поднимальными базовыми знаниями, это будет все рассчитываться автоматически. Полная спецификация и с мета тоже под звездочкой, как бы тут тоже, как бы вопрос, будете вы это включать в состав своего пакета или не будете, да? Спецификация полная, это имеется в виду все артикулы мебели с ссылками, где это покупать или где-то не покупать. Если у вас там полный, полный пакет, соответственно, даже не так, скажем так, любая составляющая услуги, если она не обязательна, это надбавочная ценность к вашему пакету услуг. Почему ваш дизайн проекта может стоить 2 тысячи, а может стоить 5 тысяч, потому что там в 2 тысячи не будет посчитано ни розетки, ни отделочный материал, это могут быть только планы с какими-то там невымышленными, но просто без артикулов, без конкретных, какой-то подбор. Ну, какой-то диван, да, бежевый стоит, там, размером 3 метра. Конкретно какая-то модель, сколько она стоит. То есть это, если вы это подбираете, соответственно, это должно быть, ну, как бы вот эти ваши временезатраты, тоже должны быть зашиты в стоимость вашей работы. Точно так же, как и смета. Смета на самом деле очень трудоемкая вещь, и кто одна составлял, кто понимает, что это на времени занимает очень много, потому что, ну, например, если плитку какую-то вы можете на сайте посмотреть, да, сколько она стоит, вам автоматически рассчитала, как бы в Excel пересчиталась, то все заказные позиции, о которых, в принципе, сейчас очень много, это там вся столярка, да, заказные позиции, там, душевые ограждения. Это все необходимо рассчитывать, ну, как бы конкретно под проект. Опять же, это время, чтобы поставщикам отправить там ТЗ, да, им там нужно время на то, чтобы рассчитать эту стоимость, ее потом включить в смету. Поэтому если... Решайте сами, да, вот там думайте, оценивайте свои трудозатраты и целесообразность именно вот этого наполнения в данный момент. Нужно или не нужно? Как бы это необязательная составляющая. Опять же, если вы это делаете, это классно, это повышает ценность вашей услуги, говорите об этом и зашивайте это в стоимость. Дальше уже идет, соответственно, этап уже непосредственно реализации, да, то есть все, о чем мы говорили до, это может быть там онлайн, как бы удаленное какое-то, да, вы сделали проект, либо проект без реализации, просто вот там альбом передали, все, это получается вот альбом или электронная версия проекта, там, то, как работает, получается, вот заканчивает предыдущий этап. Здесь уже комплектация, подбор, заказ, это уже этап реализации. Значит, что важно? Ищите поставщиков, общайтесь, ходите на выставки, узнавайте, кто что делает, да, какая цена, потому что дизайнер, он не обязан, скажем так, искать самого дешевого какого-то поставщика, да, он не обязан искать самую дешевую цену или там что-то. У него должен быть баланс между ценой, качеством и сервисом, который оказывает поставщик, да. Обращайте внимание при выборе не только на там ассортимент, что он делает, или на цену, обращайте внимание на отзывы, да, очень, как бы, вот в чатах все равно, я думаю, что вы состоите в каких-то дизайнерских, очень много, в Телеграме открыты, где люди делятся, например, да, ВКонтакте есть группы, по-моему, там какой-то сиреневый слон или там фиолетовый слон, да, которые там делятся опытом общения вот там с поставщиками, с поставщиками добросовестные, недобросовестные, вот. Ищите отзывы, как они работают с рекламациями. На самом деле, вот, ну, например, там столярки, да, это такая самая сложная, или там все заказные вот эти вещи, там металлические конструкции, какие-то перегородки. Очень редко бывает такое, чтобы, ну, как бы, все проходило гладко, никаких там косяков, например, не было, да. Это на самом деле, чем сложнее услуга, чем сложнее продукт, тем больше вероятность, что где-то что-то пойдет не так, да. Это вопрос не только технологии, это вопрос человеческого фактора, да. Потому что вы могли ошибиться, где-то что-то заказывали, да, там менеджер, который делает, коммуницирует с клиентом, где-то что-то проглядел, расчетчик, потом там технолог, потом конструктор, да. На каком-то этапе что-то может там пойти не так. Чем сложнее услуга, тем больше вероятность. Вопрос не в том, что как бы нет таких, которые, ну, скажем, не косячат. Вопрос в том, что есть те, кто исправляют, да, вот какие-то ошибки и отрабатывают их, и с теми, кто как бы не исправляет. И вот всегда читайте отзывы, как они работают, обмен, возврат, если что-то пошло не так, какие-то пограничные ситуации, как люди выходят из них, да, и уровень сервиса, это вот прежде всего, как бы не там, где красивый офис, там, или хороший сайт. Уровень сервиса в том, что если вдруг что-то пошло не так, как они уходят, как бы там и перестают брать трубки, да, либо говорят, что да, бывает всякое, мы готовы это исправлять. Вот таких вот надо ценить, и, соответственно, вот это вот очень важно. Обязательно смотрим все, ну, если есть возможность, да, на первом этапе уж точно, когда вы, скажем так, только набираете поставщиков, только там первые делаете какие-то проекты. Смотрите, как все вживую обязательно, все образцы, на сочетаемость, в идеале, как бы все собрать. У всех абсолютно есть образцы, если кто-то не может их вам дать там на постоянку, могут дать под залог. И образец там, кусочек плитки, и у Архскин вообще там есть все напиленные образцы, и выключатели, и выкрасы, вот эти вот там цветные, не обязательно даже там палетку какую-то, да, иметь на первом этапе. Просто приходите, собираете вот эти вот картонные, там, кусочки с выкрасами, с разными цветами, прикладываете. Важно смотреть вживую все материалы и проверять их на сочетаемость. Собрали в сенку, обычно есть такая вот там сумка, ну, ничего страшного, тут образец двери, здесь образец, там, плашка паркета, тут выкрас. Смотрите вживую, чтобы это все сочеталось, вот так вот друг к дружке. Убедитесь, и на объеме это тоже будет смотреться. Вот, не надейтесь, что здесь вы одно подобрали по картинке, вроде подходит, здесь вроде тоже, но там у меня память хорошая, зрительная. Всегда лучше приложить, потому что, чем отличается, скажем так, там, дизайнерский, да, или не дизайнерский ремонт. Мы-то с вами все-все знаем, да, но вот когда, вот даже если нет каких-то ярких, там, индивидуальных решений, даже по сочетаемости ты всегда понимаешь, что человек, ну, с пониманием здесь, профессиональный работал, или, или вот как бы там, просто человек с хорошим вкусом. Значит, по, про вживую сказала, про поставщиков, да, чем больше у вас будет пул, общайтесь, знакомьтесь, да, иногда бывает так, что вот вроде классно, но не идет коммуникация, ну, я не знаю, там, не тот тон разговора, да, как-то с менеджером никак, вот, все равно очень часто строится все, в том числе и там, на человеческих каких-то отношениях, особенно, когда что-то пошло не так, вот. Значит, все смотрим вживую, и, соответственно, когда ведете комплектацию, обращайте внимание на то, сколько, сколько по времени занимает производство, и сколько поставка, да, если вы ставите какой-то итальянский смеситель, обязательно имейте в виду, что там он приедет не раньше, чем через 2-3 месяца, а если это встроенная позиция, то она потребуется в первую очередь на стройке, или какие-то там встроенные, встроенные трековые светильники, да, все, что встроенное, нужно там в первую очередь всегда на объекте, поэтому вам нужно это заказать еще на этапе, там, визуализации, грубо говоря, пока еще стройка вообще не началась, эти вещи вам нужно заказать, если они должны откуда-то ехать. То есть у вас должен быть график закупок. Садитесь с прорабом, обсуждайте, примерно по периодам, что, в какой последовательности, какие работы они будут производить, за какой промежуток времени у вас там, например, должны быть встроенные двери на объекте, или там напольное покрытие, да, чтобы оно там еще недельку полежало перед монтажом и привыкло к помещению. Это понятно, что это, знаете, не так, что вы там раз заходите на стройку, все прописали, и дальше ничего не двигается. Это все живой организм, но это даст вам возможность как бы держать, ну, под контролем, да, и понимать, и вам, прежде всего, когда вам нужно что-то там заказывать, там, и не с высунутым языком бегать, искать из наличия. И что, как бы, важнее заказчику, да, потому что это все-таки дорогостоящее мероприятие, да, он тоже рассчитывает свой бюджет, когда что он будет оплачивать. И он будет вам очень благодарен, если вы ему будете там говорить, что следующим месяцем надо будет оплатить там вот это и вот это, примерно такие суммы, и там хотя бы на два месяца вперед ему давать, чтобы он и психологически мог подготовиться, да, там и финансово тоже, там где-то подзаработать, надо что-то вытащить, чтобы для него там, ну, не было вот этим вот неожиданностью, что надо, оказывается, видно, там, три миллиона куда-то выложить срочно. Вот, таких, такие вещи все равно предупреждайте, и это тоже как бы ваша задача. Авторские контроли или авторский надзор, авторское сопровождение, тут по-разному называть, ну, как бы можно называть, да, тут уже такие юридические загвоздки, если как бы хочется погрузиться, вот, там, с неймингом, да, юристы рекомендуют называть авторские контроли или сопровождение. Значит, что важно, иногда это бывает там ваша бригада, когда заказчики приходят и просят вас посоветовать каких-то людей, с кем вы уже работали. Иногда они говорят, нет, у нас точно есть строители, мы с ними делали там не один ремонт, два, три, мы хотим с ними. Как бы тут тоже, да, иногда говорят, у нас есть свои, но вы там своих тоже порекомендуете. Уровень бригады должен соответствовать сложности проекта. Если у вас, например, очень много встроенных вещей, какие-то встраиваемые треки, да, сложные архитектурные конструкции, встроенные там плентуса, встроенные двери, вот это все, это требует определенный уровень профессионализма бригады, который будет это реализовывать. Не все умеют с этим работать. Поэтому, опять же, под разный дизайн должна быть разная бригада, да, и вы тоже заказчику должны объяснять, что если он делает там минимализм или современный стиль, да, какие-то косяки и вот эту вот кривотню, да, если стены неправильно подготовили, ты их как бы ни за каким плинтусом или карнизом не спрячешь там в современном или в минимализме. Тут нужна уже хорошая бригада. Поэтому знакомьтесь с бригадами, не стесняйтесь ездить к ним, просить показать объекты. Знаете, какие бы красивые картинки там в инстаграме не были или как бы красиво все это не пели, всегда у них есть объекты в работе. Приедете, посмотрите, это там уровень чистоты, да, там что вообще происходит в настройке, как все организовано, как люди выглядят. Посмотрите, ну, как бы в принципе вот впечатление, оно вас точно не обманет. Имейте несколько контактов подешевле, подороже, которые с премиумом работают, да, для того, чтобы вот имели тоже контакты какие-то, да, для того, чтобы предлагать заказчикам. Потому что если бригада будет ваша, с кем вы уже работали, опять же, будет проще коммуникация, да, там какие-то вещи вы уже на человеческих отношениях можете выяснять, там сложности какие-то решать с прорабом, не привлекая заказчиков, да, вот поменьше формализма, вот я бы порекомендовала, потому что стройка вообще такой непростой процесс, его, несмотря на то, что, конечно, очень рекомендуется регламентировать, там прописывать все эти процессы, но все равно очень сильно зависит, знаете, как бы состояние и все от состояния и от настроя дизайнера. Вот как бы дизайнер должен приходить с таким ощущением, что, ну, как бы такое ощущение должно быть у всех, что сейчас дизайнер придет и все, и станет классно, какие бы проблемы не были, он знает, как это решить, он придумает какое-то решение, то есть вы вот должны быть, знаете, тем вот таким вот там связующим звеном, который, там, косяки бывают, бывают там сложности, и это вот чем сложнее процесс, тем больше вероятность ошибки, и это все бывает. Вопрос не в том, что, как этого избежать, вопрос в том, как, скажем так, работать с результатом, да, и как это исправлять, и какое дальше послевкусие, там, останется от работы с вами и у строителей, и у заказчиков, да, потому что очень много все равно идут по сарафанке, и заказчики, да, они рекомендуют своим, там, друзьям, если все прошло хорошо, знакомым рекомендуют, в принципе, как бы, ну, ремонт, это все равно, как бы, там, определенный уровень благосостояния, да, заказчика, и часто у них, там, не бывает, там, одного ремонта в жизни, одной квартиры, да, они, там, покупают себе, покупают детям, родителям, строят дома, там, строят еще что-то, там, загородную, там, в других странах, они все равно будут приходить к вам, во-первых, потому что, как бы, какой бы вы ни были, вы уже, там, проверены в деле, соответственно, и вас будут рекомендовать. Обязательно, с точки зрения, как бы, вашей работы на объекте, да, там, понятно, что количество выездов вы сами регламентируете, на начальном этапе, когда, там, черновая отделка, это может быть реже, когда уже, там, сдача, там, и каждый день можно приезжать на объект, если это сложный какой-то, что важно. Авторский контроль, это не равно технический надзор, вы не обязаны знать все технические моменты, да, как это реализовать, то есть вы должны узнать, как бы, узел, но из чего там состоит, там, какие, я не знаю, там, три слоя нанесения стены, как ее должны готовить, это, как бы, не ваша задача. Вы можете консультировать только по финальному результату, как это должно выглядеть, какой должен быть стык, что там внутри, как подготовили стены, если вы это знаете, это классно, как бы, это вам в плюс, но не надо, там, бояться того, что вы, там, вот, невозможно знать все технические процессы, да, для этого есть специально обученный человек, прораб, который за это должен отвечать. Не берите на себя никогда ответственность в том, что, как бы, проверять качество работы строителей, нет, вы должны проверять, только соответствуют ли работы дизайн-проекту, ну, должны сделать строители, это не ваша задача, вы должны только дать, грубо говоря, финальную, финальную толщину финишного покрытия, а вот какой высоты стяжку, это они вам должны сказать, и там, из чего это будет. Вот. Если хотите перестраховаться, рекомендуйте заказчикам технический надзор, ну, если, например, там, бригада непроверенная, да, есть также сторонние компании, которые приезжают, принимают этапы работы строителей, проверяют на соответствие, там, технологических каких-то требований, и вот они проверяют качество работы строителей. Вы со своей стороны только можете проверить, соответствуют это проекту или не соответствуют. Вот. Обязательно введите журнал. В каком виде это будет, как бы, это не обязательно, там, не знаю, там, печатный какой-то на месте, иногда достаточно просто, там, в чате, там, в WhatsApp, со строителем, ну, где вы пишете, дата, когда была, о чем договорились, кто ответственный, обязательно сроки, когда это должно быть исправлено. Можно это делать, какой тут Google документ, да, или в Word писать, ну, там, там, приехали с авторского, там, все переписали и отправили на почту, или отправили, там, в мессенджер, просто должно быть, потому что потом, когда время проходит, вот там, накопительный этап, что-то всплывает, я же говорила, мы же договаривались, это на самом деле вообще не работает, да, потому что очень удобно потом забыть, если это не было зафиксировано. Всегда в каком-то виде это вот фиксируйте, чтобы история всегда была в переписке. Мы не говорим о том, что и не надо готовиться, и бояться к тому, что там будут какие-то спорные ситуации, нет, это просто, ну, соответственно, вам будет спокойнее, да, что вы под контролем держите, это будет спокойнее строителям, потому что они всегда благодарны, на самом деле, когда вот там где-то это все фиксируется, потому что они, в общем, ну, как бы не сильно организованные ребята, да, у них как бы, ну, на другом уровне решаются вопросы. И заказчик, он тоже будет видеть о том, что процесс двигается, там вы были, это решили, не решили, он будет вам благодарен, потому что не у всех есть возможность там приезжать, вот это вот там контролировать, и не у всех есть желание, они все занятые люди, занимаются, ну, каждый там своей работой, да, зарабатыванием денег на то, чтобы сделать этот ремонт. Чем меньше будет их вовлечения, тем они вам будут благодарны. Вот. Выстраиваем отношения, опять же, очень многие вопросы, да, вы понимаете, что там строители, это определенный контингент, от них, как бы, люди, обычно, там, не как мы с вами, там, со вторым высшим образованием, это люди, которые делают руками, да, поэтому, они очень ценят какие-то, ну, человеческие отношения, человеческие вот вещи, да, не надо вступать никогда в конфронтацию, и, там, перетягивать одеяло как-то с прорабом, там, нет, ты за это отвечаешь, нет, за это, чем лучше у вас будет выстроена коммуникация, как бы, друг с другом, да, тем, тем проще будет, вообще, всем участникам этого процесса. Ну, и график закупки, да, опять же, чтобы вы всегда были в диалоге, понимали, когда что нужно заказать, чтобы потом тоже там не бегали, и не было никаких там вещей, что там бригада простаивает, потому что там дизайнер не заказал плитку, там, или какие-то встроенные вещи. И, ну, как бы такая финальная точка, наверное, да, в этапе работы дизайнера, это фотосъемка. Опять же, не всегда это, ну, нужна профессиональная съемка, да, есть разные уровни объектов, есть разные уровни отделки, но всегда делайте для себя какие-то фотографии на телефон, на видео, для соцсетей, для портфолио. Очень многие, даже если вы, ну, например, там, ну, там, не сильно считаете, что это там сильная какая-то там привлекательная там картинка, да, для того, чтобы делиться там в соцсети или вставлять в портфолио, всегда показывайте на встрече с заказчиком, что вот идея, вот реализация, чтобы я не только придумываю картинки, да, я знаю, как это реализовать, там, я вот, ну, как бы на кончиках пальцев тоже отвечаю за результат, и, ну, это, как бы, очень много очков добавляет, скажем так, в доверие заказчика, дизайнеру. Ну, понятно, как минимум делайте сами фото, видео, да, желательно, чтобы это был дневной свет, хорошая освещенность, все равно, как бы вы все люди со вкусом, с пониманием композиции, да, там, выстраивайте, берите какие-то красивые ракурсы, наблюдайте за, за фотографами, за интерьерными, как они фотографируют, на каком уровне у них камера, да, вот просто смотрите, например, своя визуализация, и, например, там, и фотографии, чем отличаются, да, какой они берут ракурс, какая высота камеры, как, ну, вот, организованно, откуда свет падает. На самом деле, очень многие делают и там, и на, просто на телефон, ну, очень приличные фотосессии своих объектов. Ну, как максимум, это приглашенный фотограф профессиональный или видеограф, да, сейчас, как бы, люди очень, ну, скажем так, привычно, да, для них там, и более понятно, вот этот вот формат видео, каких-то вот коротких клипов, да, там, во всех соцсетях, там, развивается видео направление, коротких роликов каких-то, и, соответственно, и в интерьерах тоже фото или видеографа, да, приглашаются, и плюс декоратор. Но это если прям вот вам нужен какой-то там суперклассный объект, вы хотите его запечатлеть с профессионалами и дальше отправить на публикацию. Тут уже, конечно, лучше обращаться там к людям, потому что они знают, как выстраиваться кадр именно там для журнала или именно там для публикации. Вот. Как можно минимизировать эти затраты? Можно предлагать поставщикам. На самом деле, если вы там работаете с кем-то, это неважно, мебель, освещение, всем нужен контент. В соцсетях, там, в Селеграме, для сайтов. Контент – это, скажем так, современная валюта, да, поэтому предлагайте им, например, у меня есть вот такой классный объект, в котором вы использовали их продукцию. Предлагайте как-то разделить затраты с условием, что вы потом будете передавать им профессиональные фотоснимки. Очень многим это интересно. Декораторы всегда привлекают тоже поставщиков, которые дают какой-то там декор на съемки, да. Иногда это может быть там под залог, иногда это просто на договоренности, ну, скажем так, аренда декора, да. Это может быть там минимальная сумма. Некоторые, которые заинтересованы в продвижении активного, это вкладывают поставщики, да, они дают и просто аренду на декор, даже сами упаковывают, и даже привозят, и забирают там за профессиональные потом какие-то фотоснимки. Можете просто подписаться на декораторов, которые занимаются там декорированием или стилизацией на съемки. Посмотреть, кого они отмечают, каких поставщиков. И даже если вы будете делать потом своими руками эту фотосессию, да даже на телефон, да не обязательно с фотографом или с декоратором, можно опять же обратиться к этим поставщикам и спросить, можно ли там взять в аренду декор. Забрали, привезли, поставили, сфотографировали, потом поделились фотографиями, они отмечают вас, вы отмечаете их, как бы все очень счастливы. Поэтому думайте о возможностях, да, думайте возможностями, что может быть. Но фотографии очень нужны, потому что, знаете, вот как бы важно видеть результат своей работы, если это есть, ну как бы это вот такое, как бы внутреннее там удовлетворение, все, ну скажем так, кештальт закрыт, да, там галочка поставилась, я, ну это логическая точка в работе дизайнера. Поэтому если есть возможность, общайтесь всегда с заказчиком, не как бы часто соглашаются, если уж прям не соглашаются, хотя бы в процессе реализации делайте, да, когда там привозят мебель, хотя бы какие-то вещи подснимайте, чтобы это было понятно, что это вот именно этот проект. Мы сейчас проговорили про, в принципе, этапы работы с дизайнерами, да. Давайте так, есть ли у вас вопросы, вот про каждый этап, обсудим, я отвечу на вопросы, может быть там что-то еще, и дальше мы перейдем к тому, чем, в принципе, занимается дизайнер, да, какой набор услуг у него есть, как сформировать, и как сформировать свой пакет, да. Вот об этом, наверное, хочу тоже рассказать, потому что очень часто бывает, что мы подписываемся, понятно, там в Инстаграме, на топовых дизайнеров, насматриваемся тоже с них, с каких-то там мировых, да, дизайнеров, с наших российских, которые там печатаются в АД, смотрим на их наполнение проекта, и такие думаем, боже мой, как бы там, где я, где они, где я, мне еще вот это, вот это, вот это вот нужно, вот об этом хочу дальше поговорить, как в этой ситуации быть, если вот начинать надо с чего-то. Как вы перебороли страх первого рассказа? Поделитесь опытом, я сейчас расскажу, как раз сейчас расскажу. Если еще какие-то вопросы есть, вот по этапам, если, Лисан, ну вот я думаю, видите, такой очень серьезный вопрос, который у ВШСД давно звучит, конечно, вот база проверенных поставщиков, может быть нужно вот об этом, это даже не вопрос, да, по желанию, надо, наверное, как-то все-таки объединяться и думать вообще об этом, да, и делиться друг с другом поставщиками. Есть чат у Виктории Малышевой, да, но он такой совсем разнообразный. Может быть, вот у нас же появился новый сайт, может быть на этом новом сайте собирать базу вот проверенных поставщиков, строителей, но это как пожелание, вот давайте подумаем. Да? Не возражаете? Не возражаю, давайте подумаем, но у меня такая рекомендация, на самом деле смотрите все, что рядом с вами. Вот, я не знаю, есть какой-то с вами там строительный рынок или там строительный какой-то комплекс, просто идите туда, знакомьтесь, смотрите, кто что, что-то понравилось, спрашивайте цену, берите контакты, отправляйте, если что-то есть, на расчет, ну просто, знаете, как бы даже, ну понравилась какая-то картинка, я не знаю, там зеркало, да, грубо говоря, там санузел или что-то, не понимаете, сколько это стоит, отправляйте просто поставщику, скажите, скажите, пожалуйста, там вот такие-то примерно размеры, сколько будет стоить, можете реализовать, не можете реализовать, просто как бы, ну у вас, а, и будет понимание цены, будет понимание, как это возможно реализовать, и будет понимание вообще адекватности поставщика, да, ну там, как он уже на первой коммуникации, потому что, ну, 90% вот этот вот фильтр первый проходит, да, когда ты только начинаешь общаться с человеком, ты уже понимаешь, как бы сработать, не сработаетесь. Ну, вот чаще всего так бывает. Потому что поставщики, ну, вот они, скажем так, крупные, они есть везде много филиалов. А дальше вы уже ищете под какую-то свою задачу. Ну, например, вот есть вот такая вот тумба, да, здесь столешница, каменщики делали, саму тумбу, каркас делали столяры. Не все умеют работать с округлыми вещами. Поэтому, когда что-то придумываете, уже думаете, кто это может делать. Вот точно так же там, ну, например, панели. Панели, допустим, могут сделать все, а вот встроить вот такую вот латунную вставку и туда еще сделать там выключатели и бра такого же цвета тоже не все могут сделать. Или там под цвет бра подогнать, выкрасы. Поэтому поставщики, они как-то, знаете, вот все равно, ну, обрастаешь ими с опытом. Сначала ты идешь по, ну, каким-то очевидным, скажем так, так, да, кто на слуху. В инстаграме можно смотреть, там, подписываться, что нравится, там, следить за ними. Под разный бюджет. Ну, не знаю, насколько, вот там, база поставщиков. Можно предлагать, чтобы они сделали какие-то там скидки, например, там, для студентов. Они все заинтересованы в том, чтобы выходить на дизайнеры. Я думаю, что надо просто как бы предлагать им, Елена, может быть, вот так вот. Ну, да, или, может быть, вот как раз какие-то совместные семинары устраивать с интересными поставщиками, вот, тем, которым и доверяются. Они же, ну, они же хотят выйти на дизайнеров, им как раз и нужны вот эти вот школы, да, потому что они ведь много все равно денег тратят на привлечение, на рекламу, скажем так, на то, чтобы привлечь конечного покупателя, да, гораздо больше нужно денег, чем привлечь дизайнера, и он потом будет снабжать тебя покупателем. Вот. Поэтому они очень-очень всегда открыты вот к таким вот к предложениям. Просто они, может быть, сами не знают, как на вас выйти, вот. Нет, я думаю, что они-то знают, как выйти, то есть общение идёт. Может быть, просто интересно посмотреть какие-то действительно конкретные работы. Ну, да, в общем, процесс, чтобы он не останавливался, чтобы всегда была возможность обмениваться опытом, да, как пожелание. А можно ещё вопрос? Да. А можно ещё вопрос? А вы можете с нами поделиться какими-то чатами проверенных, с которых вы сами черпаете информацию по отзывам о поставщиках? Ну, вот вы сказали про ВКонтакте, а в Телеграме, может быть, посоветуете что-то? Знаете, в Телеграме очень много открытых групп, есть там дизайнеры Москвы, ну, большое количество чатов, где можно делиться. А вообще, на самом деле, вот всё, что проверено, это, знаете, ну, как бы, вот остаются чаты со студентами, вот те, кто, ну, как бы, с кем учились, кто начал работать, соответственно, вот с этого, потом ещё кто-то добавляется. Я думаю, что есть вот чаты ваши сэдэшные. Там можно спрашивать, потому что там очень много, ну, как бы, преподавателей я вижу, и те, с кем, ну, я заканчивала. Там можно спрашивать. То есть, получается, хороших поставщиков, так же, как хороших дизайнеров, из рук в руки передают, да, так? Ну, скажем так, знаете, проблема, всегда самая большая проблема со столяркой. Вот как бы, вот эти вот все заказные все шкафы, мебель, столярное производство. Есть те, которые прям очень хорошие, ну, они работают, это как бы из рук в руки, да, они уже там, у них всё прописано, они работают там с определёнными дизайнерами, у них есть полная загрузка. Есть люди начинающие, которые делают хорошо для того, чтобы, ну, заработать себе какую-то репутацию. Ну, опять же, это, знаете, методом проб и ошибок. На самом деле, очень сложно иногда какие-то вещи советовать, потому что, ну, вот, как бы мне сделали хорошо, я порекомендовала, ему сделали не очень. Как бы, и ты, с одной стороны, чувствуешь тоже свою какую-то такую причастность, да, и ответственность за другого человека. Вот это может быть. А вообще, вот есть чаты, вот как бы даже я в два добавлю, на которые в АШСДшной, там очень много практикующих внутри дизайнеров. Спрашивайте туда, вам что-то нужно, например, не знаю, ограждение какое-то там, душевое, или ещё что-то, где посмотреть, всегда посоветуют, подскажут. Чаты есть, вот, ну, открытые в Телеграм-канале. У меня есть просто вот, как бы, внутренние, из которых вот действительно, там вот общаемся мы с дизайнерами, это люди, с кем я училась, или там на каких-то курсах дизайнерских, или вот в АШСДшной, тоже мы с ними общаемся. Спасибо большое за ответ. Именно декораторов, с кем работаете, на кого подписаны? Слушайте, я подписана на много декораторов, на самом деле, все же работают тоже в разных, в разных стилях, да, есть вот там Даша Соболева, такой известный декорактор, есть вот Люда Кришталёва, она работает такая, больше по классике. Прямо в Инстаграме заходите и вбиваете поисковик, декоратор, и, соответственно, вам высвечиваются профили. Смотрите, кто вам ближе, ну, нравится по стилю, да, что подбирают. Как бы у каждого из нас свой вкус, кто-то нравится, кто-то не нравится. Подписывайтесь и смотрите. Своих я пришлю, с кем я работала, например. Точно так же интерьерный фотограф. Вбивайте интерьерный фотограф, и все, и высвечиваются. Есть, конечно, топовые, там, типа, типа Красюк, да, которые не все интерьеры снимают, снимают там классные. Есть, как бы, вполне себе бюджетные фотографы, которые фотографируют объекты просто для портфолио, для дизайнеров, не обязательно для публикаций. Смотрите, кто вам нравится, как бы по видению, да, там, как обработка, как, какие интерьеры фотографируют, как вообще картинка, нравится вам, не нравится. Смотрите, у них, как бы, у всех очень сильно, ну, разный вообще разброс цены. Поэтому все очень открытые. Не бойтесь там, там что-то спрашивать или не спрашивать. Все когда-то начинали, вообще, вообще вот в этом отношении нет. Даже с точки зрения дизайнеров, у меня есть знакомых, ну, знаете, как бы, мне кажется, все равно дизайнер, это такая профессия, как и психолог, в которую приходят не после института, а уже люди с каким-то опытом жизненным. И очень много людей, которые, как бы, переучиваются потом, имеют какой-то бэкграунд в одной профессии, да, и переходят там в дизайнеры. Вот психологи, да, тоже так же, там, очень много психологов, ну, не молодых, а вот зрелых, которые имеют уже свой какой-то жизненный опыт. К ним больше доверия, скажем, да, они больше понимают уже в жизни. Они сами прошли через определенные какие-то там процессы, ситуации, и поэтому очень много это, ну, как бы никогда не поздно начинать и продолжать в этом отношении. Значит, что касается там первых заказов, значит, наверное, вот так вот я с этого начну. Значит, каким образом вообще формировать свой пакет услуг, да, тут важно, как бы не только смотреть на рынок, что вообще в принципе предлагают, а в первую очередь сесть и выписать, с какими запросами к вам уже обращались. Это не обязательно там какие-то сторонние, да, просто вспоминайте, проанализируйте все обращения. Может быть, вы там кому-то помогали выбрать диван, кому-то помогали выбрать квартиру. квартиру. С чем вообще люди, да, потому что, скажем так, первые самые заказчики у нас это наш ближний круг окружения, и у меня тоже были первые заказчики знакомые. Не стесняйтесь рассказывать о том, чем вы занимаетесь. На самом деле, ну, наверное, я расскажу вот про свой пакет, я не знаю, откликнется вам или нет, так как я в зрелом возрасте уже перешла в дизайн и из крупной международной фирмы, где там у меня была хорошая карьера, да, большая команда, я там уже каких-то там добилась каких-то результатов. Мне лично очень сложно было опять переходить в новичка, да, и я думаю, что, ой, ну, как бы меня-то все знают как как бы успешную вот такую, и, значит, и в дизайне я тоже должна быть сразу такой. То есть я как-то себе не давала психологически как бы разрешение тем, что, ну, я тоже могу там только начинать. Но какой бы вы ни были, как долго были там вы, уже заканчиваете или только начали учиться, важно помнить о том, что вы в дизайне уже знаете больше, чем люди, которые вас окружают, не дизайнеры. Вот уже вы для них являетесь экспертом. Мы привыкли очень часто себя сравнивать, знаете, как бы с топами, да, те, кто уже, я не знаю, там 10-20 лет в профессии, говорят, ой, я все еще там недостаточно экспертный. Вот. А надо сравнивать себя как бы со своими потенциальными заказчиками, а они вообще не эксперты. Если вы знаете уже там, где можно купить плитку, там, чем отличается, я не знаю, встроенная дверь от двери с наличниками, там, на каком этапе монтировать, вы уже большой эксперт для них, вам уже есть чем поделиться. Первый момент. Второй момент. Вы уже точно никогда как бы не начинающий, потому что у вас есть огромный опыт за плечами, как бы свой личный, жизненный опыт в коммуникации. Вы делали себе какие-то ремонты, да, себе в квартиру что-то выбирали, подбирали, ну, сравнивали. Вы точно уже как бы имеете, имеете опыт. Поэтому вот просто садитесь и выписывайте, с какими вопросами к вам обращались. Вот первые, первые заказчики у меня были знакомые, с которыми наши дети ходят на футбол. Просто я приходила и рассказала, ну, мы же знакомимся, да, все там ждем, пока идет тренировка. То, чем занимается, я дизайнер. Вот это был там первый проект, они, я им помогала в комплектации. Как вы можете помогать, да, у вас есть поставщики, вы как дизайнеры, у вас уже есть там какая-то корочка, там, после первого даже курса квартиры, у вас есть уже какой-то сертификат о том, что вы дизайнеры. Вы можете приходить и договариваться с поставщиками на дизайнерские скидки. Соответственно, там, первые заказы, они могут быть просто помощь в комплектации, что-то подобрать, поделиться своей скидкой, да, для вас это будет опыт, там, для людей это будет, ну, скажем так, там, первый заказ, вот, первые заказчики. Поэтому прям садитесь и выписывайте все, с чем к вам обращались. И первые заказчики всегда знакомы, потому что они уже вас знают, да, как человека, там, ну, личностные какие-то ваши характеристики, и там, или знают по предыдущей вашей работе, да, как там, какого-то там ответственного человека, да, человеком, который может управлять проектами, может там, организовывать какие-то процессы. То есть мы всегда вот как бы ограничиваем себя вот только там каким-то дизайнерским опытом. На самом деле наш опыт, он всегда гораздо шире, гораздо больше. И его тоже надо, ну, про него нельзя забывать. Это, знаете, где, вот, в каких навыках вы уже уверены, да, второе, что вы можете делать, из какой профессии вы пришли. Кто-то пришел из юриспруденции, да, он может там классно делать, ну, я не знаю, делать договора, заказчиками. Кто-то пришел из бухгалтерии, он классно делает там таблички в Excel, супер считает бюджет проекта, тайминги, вот эти вот. Кто-то управлял проектами, может выстраивать там диаграммы, да, какие, ну, то есть организовывать сам вот этот вот процесс, когда, что нужно закупать. Не отметайте, это все в ваши сильные стороны, и это все идет в копилку, потому что дизайнер это такая очень широкая, очень широкая профессия, да, она не складывается только там из дизайнерских решений, чертежей или что-то, да, как я говорю, у кого есть дети, те уже точно знают, как бы, как вести переговоры, как договариваться, и что такое многозадачность, да, есть какой-то личный опыт, есть прошлый профессиональный опыт, что-то вы уже умеете делать, садитесь и выписывайте, в каких программах вы можете работать, там, что можете делать, если не можете, ну, я не знаю, не можете делать визуализации, не можете там делать чертежи, можете сделать планировку, да, там начальные знания какие-то, архикада, что вы можете делегировать, да, потому что не обязательно все делать самому. Опять же, я вот как бы когда обучал, сначала думаю, что вот это я должна сама, вот это я должна сама, а потом у меня, ну, знаете, там, глаза видеть перестали от того, что я постоянно смотрю монитор, и как бы и хандро схватило от того, что я мышкой постоянно кликаю. Я поняла, что, наверное, я не сама, ну, не всё сама должна делать, а что-то я могу оставить себе, а что-то могу делегировать другим людям. Потому что ты никогда не будешь настолько же профессионально и настолько же классно делать, как человек в какой-то узкой сфере. Например, чертёжник, который сидит и делает только рабочую документацию, он всегда это будет делать качественнее и быстрее. Или визуализатор, который работает только в этой программе в 3D Max и делает только визуализации, он тоже их всегда будет делать качественнее и быстрее, нежели вы будете это делать самостоятельно. Может быть, как бы думаете, что вы можете делегировать, а в это время занимайтесь тем, что как бы вы, в чём вы сильны. Это могут быть переговоры. С заказчиками вы должны общаться. Искать заказчиков вы должны. Придумывать какие-то дизайнерские решения и их презентовать, защищать их. А дальше уже непосредственно там очерчивать. Это могут также... Можно это всё делегировать. Думайте, что вы можете и чем вам нравится заниматься. Опять же, третья часть – это с какими запросами вы хотите работать. Что вам нравится делать самому. Кто-то любит делать планировки. Я, например, планировки никому не отдам. Я в это время думаю, мне нравится. Я их как математические задачи, какие-то кроссворды решаю. Это прям вот моя любимая часть. Что-то я люблю, что-то я не люблю. Таблички я делать люблю. Ну, хотя вот там кто-то терпеть не может. Делайте вот эти вот там таблицы по комплектации. Мне нравится. Вот как бы это мой... Ну, как бы мой уровень контроля. Дальше. Думайте, с кем вы хотите работать. Да, там, кто ваш заказчик. И какие объекты хотите делать. Потому что... На самом деле, рынок очень большой. Вы хотите работать с домами или коммерчески. Или хотите делать квартиры. Какие? Вторички. Там, старый фонд. Да, хотите там работать в этом стиле. Или это должно быть там просто там что-то современное. В квартирах современных там на уровне бетона. Думайте, что вы хотите. И вот когда вы пропишите вот эти вот три столбика. Что от вас в принципе там спрашивали уже. Что вы можете делать. И с чем вы хотите работать. Вот из этого уже. Смотрите, пересечение. Опять же, вот хотел показать вот эту вот картинку. Услуги дизайнера. На самом деле, дизайнер это не всегда полный дизайн проект. И чертежи, и визуализации. Смотрите, что вы можете делать. Вот эти вот все десять этапов. Их можно продавать. Про которые я раньше говорила. Их можно продавать все как отдельную услугу. Либо знаете, как вот комбинаторикой заниматься. Например, во-первых, вы можете проводить уже консультации. Это может быть консультация там по выбору чего-то. Съездить в магазин и совместно что-то подобрать. Там плитку, цвет обивки. Там подобрать диван. Можете рассчитать там, например, выезд, например, там два часа консультации. Да, вот вы едете в магазин. Или предварительно что ли подобрали. Или просто едете в большой там мебельный торговый центр и смотрите. Ага, вот на эти стулья смотрим, на эти не смотрим. На этот стол смотрим, на это не смотрим. Вот это кресло удобное, это кресло неудобное. Или там по стилю не подходит. Вы уже этим можете вполне заниматься. Консультация, да. Это может быть консультация при выборе квартиры или дома, планировку. Вы уже знаете, какая планировка должна быть. Вы знаете нормы эргономики. Вы знаете, что возможно согласуемо, ну как бы что согласуемо, что несогласуемо. Очень много людей, они просто смотрят там на цену за квадратный метр. Когда вы откроете вот просто, например, там планировки от застройщиков, да, опять же, задача у них какая? Получить максимальный выхлоп на каждый квадратный метр, да, вот как бы нарезать вот таким образом, чтобы это было выгодно. А что внутри каждого вот этого блока, тут как бы, ну, скажем так, цена зависит от квадратного метра, да, на там максимум этаж и так далее. А дальше уже, что внутри, вы можете, посмотрев на планировку от застройщика, сказать, поместится здесь это, не поместится. При одинаковой площади какой может быть потенциал у квартиры? Совершенно разный. Вы можете уже как бы предлагать свои услуги и консультировать не просто людей, которые там могут, точнее там выбирают квартиру. Вы можете предлагать эту консультацию для риэлторов, да? Например, есть у вас знакомые какие-то риэлторы. У нас у всех есть очень много знакомых, на самом деле, если там копнуть, там, напрямую, через вторые руки, через третьи, да, у нас есть там дети, которые, у нас есть родительские чаты, у нас есть там в кружках, у нас есть куча коллег с прошлой работы, у нас есть там друзья семьи, друзья там мужей, жен и так далее. У нас уже очень, ну, как бы если вот открыть записную книжку, там, как бы, контактов прилично, на самом деле, и там точно, абсолютно есть первые заказчики. Значит, можно предлагать консультацию для риэлторов, да? Если есть знакомые, с чем можно приходить? Можно говорить, смотри, я там могу помочь с планировкой, могу консультировать твоих там, твоих клиентов, да, если они там выбирают между квартирами. Это будет дополнительная ценность там для риэлтора, а он будет там в свою очередь дальше, если уже состоялась какая-то покупка, дальше вас рекомендовать. Это может быть консультация для строителей, да, какие материалы использовать. Очень часто люди, как бы, не берут, скажем так, полный дизайн проект или просто не обращаются к дизайнеру, просто думают, что там, не знаю, это дорогая услуга, да, но консультировать, но к строителям они в любом случае обращаются, делают же сами. Вы можете консультировать строителей по тем или иным решениям, как делать, как делать лучше. Одноразовые консультации могут быть, да. Дальше. Это может быть комплектация. Вот, как я уже говорила, у меня первый заказ был комплектация. Ребята купили квартиру с отделкой новостройки, им нужно было помочь, соответственно, все это закупить. Что я сделала? Я, ну, как бы, мы вместе проехались по магазинам, сначала сделала онлайн-подбор, проехались по магазинам, они были счастливы, во-первых, от того, что, как бы, у них вот не разбегались глаза, мы приезжали вот там сюда смотрим, сюда не смотрим, и были счастливы от того, что я им дала там дополнительные скидки от поставщиков. Потому что на, ну, как бы, на сумму покупки это получается, как бы, значительно, значительная экономия, и она полностью покрыла стоимость моих услуг. Вот. Это вы можете делать уже сейчас, как бы, ну, скажем так, вот комплектацию, да, ввести. Дальше есть флиппингом, да, очень многие занимаются, которые покупают квартиру, ну, как бы, там, в непотребном виде, делают какой-то быстрый, там, ремонт дешевый, и, соответственно, быстро перепродают. Здесь важна скорость. Им там не нужны развертки, им не нужны визуализации, им нужно просто понимание, как можно, как бы, эту планировку привести в нормальный вид, и где расставить розетки, ну, как бы, как расставить мебель, и как расставить розетку. Это вот, например, там, технический, может быть, проект, да. На это, на это тоже есть заказчик. Это тоже, как бы, возможность вам применять свои знания и навыки. Так, ну, дальше эскизные дизайн-проекты. Это если, там, например, чертежи и, условно, без визуализации, какие-то коллажи нужны быстрые, да, это, опять же, могут быть. Либо, если нужно срочно зайти в ремонт, нет времени ждать полный дизайн-проект. Вы можете вообще делать, как бы, у вас знаний очень много, да. Важно не сгружать это все, как бы, в своей голове и хранить там все, чтобы она, вот, как бы, в какой-то момент просто, знаете, они у вас, да, как бы, начинают тяготить вас эти знания. Для того, чтобы происходило развитие, вы должны, вот, все, что знаете, как бы, узнали что-то, и переложить это в жизнь. Узнали, переложить в жизнь. Делайте какие-то чек-листы для тех, например, кто делает ремонт самостоятельно, да. Разобрались там с электрикой, как ее разводить. Напишите чек-лист. Можно, там, его продавать в Инстаграме, там, за 490 рублей. Ну, там, в зависимости от той ценности, которую вы даете. И начинайте просто говорить о том, что вы дизайнер. Делитесь тем, как бы, что вы знаете сами, ну, на том этапе, на котором вы сейчас находитесь. И это уже будет, как бы, вы уже будете экспертом в глазах других людей. И о вас вспомнят в первую очередь, да, когда, там, купят квартиру, нужно будет что-то сделать. Как бы, вот оно, ну, скажем так, у нас все в своих заботах. И нет возможности, вот, там, сидеть, проводить какой-то, там, анализ, выборку, искать дизайнеров, сравнивать, не сравнивать, да. Проще всего, как бы, обратиться, там, кто делал недавно, понравилось, не понравилось. Или, там, ну, вот, там, квартиру купил. Ты знаешь кого-нибудь? Ой, да, там, у меня, вот, там, бывшая коллега, он, соответственно, там, занимается теперь дизайнером. У меня, кстати, тоже есть, вот, там, два заказчика пришли, люди, с которыми я раньше работала. Вот. Во-первых, они меня знают уже, ну, как бы, как человека, там, который проявил себя, там, на предыдущей работе, да, у них, и я у них уже, там, четко, как бы, осела, сассоциировалась, что я ушла в дизайн, я этим занимаюсь. Я у них теперь, как бы, дизайнер, они ко мне, как бы, пришли, обратились, в этом тоже ничего нет. Наоборот, это преимущество, это уже люди, которые вас знают за свои личностные какие-то качества. Это к тому, что, как бы, услуг, на самом деле, очень много, и на любом этапе вы можете уже делиться своими знаниями и уже предлагать то, что вы можете это делать. Людям это нужно. Значит, что еще можно сделать? Можно проанализировать, скажем так, рынок. Посмотрите, ну, в Инстаграме или на Авито. Дизайнеры, которые ваш в уровне. Вот, например, если у вас уже там были какие-то, или вы делали себе ремонт, или есть, ну, там, у вас там первые какие-то, да, проекты были, ищите, ну, у кого похожее портфолио. Не надо целиться там на тех, кто там печатается в журналах, у кого там огромный опыт, или у кого там большое дизайн-бюро. Ищите те, которые, ну, как бы, примерно, вот вы чувствуете, что там опыт небольшой, ну, вот так вот. Смотрите, какие услуги у них есть, какой там уровень работ какой, и какая там стоимость, да, и вы будете в этом ориентироваться. Смотрите, как бы, на первые заказы то, что будет, ну, комфортно вам. Не надо обесценивать, то есть не надо брать вообще там, ой, мне ничего не надо, мы такие, как-то что-то неудобно же, я же вот там помог всего лишь. На самом деле, как бы, чем, ну, скажем так, ценится то, за что заплачено, да, вот, скажем так, когда у нас есть, например, какое там платное обучение или бесплатное обучение, там, сколько там, я не знаю, вебинаров, которые были бесплатные, там, мы не посмотрели, да, а если мы уже там за это заплатили, то мы там будильник себе поставим и будем ценить ту информацию, еще и конспект напишем, вот, поэтому всегда ставьте какую-то цену, ну, бесплатно точно не надо работать, какую-то цену, которая комфортна вам, которую вы, как бы, оцениваете, там, ценность, которую она может принести, да, например, если, там, помогаете с комплектацией, делитесь, там, с каким-то скидкой от поставщиков, просто посчитайте, сядьте, там, по математике, сколько, например, там, заказчик сэкономит, да, и сколько он, например, там, заплатил бы без вас, и сколько он экономит денег вместе с вами, соответственно, исходя из этого, посчитайте, там, комфортную для себя цену, исходя из времени тоже, которое вы затратили, и нарабатывайте свою портфолио, вот, как бы, первый проект, они знакомы, да, потому что высокий уровень доверия, они уже вас знают как человека, то есть, как бы, если доверие есть к вам как к человеку, и вы еще плюс показываете какую-то свою экспертность, да, там, делитесь, может быть, там, в Инстаграме или, да, даже, знаете, необязательно вести какой-то блог, вот, есть сейчас WhatsApp статусы, или в Телеграме есть вот эти вот кружочки, просто, ну, я не знаю, пришли в магазин, сфотографировали, там, ой, классный диван, там, там, очень удобная, там, хорошая цена, просто выложьте, сделали, там, не знаю, пришли какую-то там краску подобрать, но пришли знакомиться с каким-то поставщиком, сделайте фотографию, там, необязательно рассказывать какой-то ролик, просто вы у людей уже начнете ассоциироваться с тем, что, мм, что-то вот он там, там, с ремонтом, с дизайном, вот он связан у него, как бы он уже начнет с вами ассоциироваться, и он к вам придет с первым вопросом, на там, ой, а ты этим занимаешься, вот я видел, да, там, а можешь ли вот в этом мне помочь? Вот они и придут первые. Потом есть у всех учебные проекты, соответственно, проект квартиры делаете, да, сейчас будут проекты домов, там, у вас, у кого-то сейчас, кто-то сейчас на этапе дипломного проекта. Делайте их классными, знаете, делайте такие, которые вот вам хочется. У них нет ведь четкого ТЗ, да, вы сами придумываете себе ТЗ, делайте с расчетом, что их потом можно будет использовать как в портфолио. Когда вы выкладываете там какие-то визуализации, да, никто же не знает, ну, реальный у вас объект это или учебный, да. Если не можете сделать сами, например, там, ну, не владеете какими-то программами, есть возможность делегировать, там, вложиться в это, заплатите за красивую визуализацию. Не обязательно делать там всю квартиру, там, делайте, например, там, вот у вас будет дом, сделайте там кухню-гостиную классную, закажите у визуализатора, придумайте все, продумайте, сделайте классную визуализацию, она будет дальше продавать, ну, как бы продавать ваши услуги. Точно так же на дипломе, да, там, если это большой какой-то объект. Используйте какие-то, вы знаете, решения, которые вот вам будут нравиться. Плюс, ну, вот как бы у меня тут написано, сапожник с сапогами, да. Знаете, бывает так, что люди приходят учиться на дизайнера, а потом, когда, да, как бы приходит время там делать, например, там, себе ремонт, нанимают еще дизайнера, потому что, ну, как бы не уверена в себе или там своей экспертности. Даже если вы там переделываете детскую, даже если там оформляете какую-то просто там прикроватную тумбу, сфотографируйте, выложите это уже, ну, как бы, ваше портфолио. Это уже то, чем вы можете делиться, да. Приводите, ну, мы же дизайнеры, мы все равно окружаем себя там эстетикой, да. Собирайте какие-то, ну, как бы делайте себе, не бойтесь менять себе, там, перекрашивать стены, я не знаю, поменять там, я не знаю, тумбу на что-то, на журнальный столик, да, притащить, поставить рядом с кроватью, поставить какую-то там вазу, сделать композицию, сфотографировать. Это уже тоже будет, как бы, элемент портфолио реализации. Поэтому делайте себе, не, ну, как бы, не бойтесь, не стесняйтесь, вот, как бы, экспериментируйте, и в том числе у себя. Так. Скажите, пожалуйста, часто вижу, что дизайнеры весомые в своей профессии не показывают цену на всеобщее обозрение, как будто это не комильфо, что нет у них простых решений, все индивидуальное, цена тоже соответствующая. Стоит или нет указывать стоимость услуг в соцсетях? Слушайте, цену всегда, ну, как бы, первое, что спрашивают, да, вот это вот, как бы, перейди туда, спроси туда. Да, очень часто, как бы, если это сложно, ну, заказчик такой, блин, ну, как бы, это вот надо, там, напиши в директ, а потом, там, три раза постучись. Сложно им искать. Бывает, не показывают цену просто потому, что, вот, на предыдущем слайде показалось, что большой набор услуг, да, и не всегда заказчик знает, что ему нужно. Вот у меня в Инстаграме разложены просто какие-то могут быть пакеты, ну, то есть, что там входит. Но еще, как бы, если там спрашивают, спрашивайте, что нужно, да, или обозначайте, у меня там есть разный пакет услуг от стальки-то до стальки-то, да, и вступайте в диалог, что конкретно нужно заказчику, потому что он не знает. Ну, как бы, у нас же, скажем так, нет единого понимания, что такое полный дизайн-проект, да. У кого-то есть там смета, у кого-то нет, у кого-то есть развертка, у кого-то нет в развертках. Поэтому сформируйте свой пакет, вот что комфортно вам в данный момент. Например, у вас может быть там консультация, да, какая-то там платная, не знаю, там час-два. Это может быть там подбор, помощь в подборе квартиры, выезд в магазин. пропишите, что это может быть, как бы по цене, или пишите просто вилку. Стоимость моих услуг от стальки-то до стальки-то, как бы там пишите мне, скажу, сколько будет стоить под ваш запрос. Вот. Это не потому, что, может быть, там они скрывают, да, потому что просто в зависимости там от площади бывает объекта, в зависимости от сложности там дизайн-проекта, да, кому-то просто там стены покрасить, там под сдачу сделать квартиру, а кто-то делает, как бы себе вкладывается. Это много нужно дизайнерских каких-то решений. Вот. Может быть, еще какой момент, что, знаете, иногда, ну, как бы такой, ой, боже мой, что обо мне подумают, если я сейчас напишу, что у меня вот такая вот цена, ну, как бы вот так вот завуалирована. А у большинства все прописано на сайте, на самом деле. Если вот на сайт зайти к ним, тогда у них там все прописано, и пакет полностью, и все-все-все подробно. Просто каждый раз там, если у тебя цены варьируют, или там где-то подороже, где-то подешевле, ну, не хочется это всегда там в Инстаграме освещать. Можно просто себе вот, я не знаю, там на Таплинк сделать какую-то ссылку. Но когда вы говорите, ой, ну, и это сложно, да, то есть все равно у вас должна быть какая-то конкретика там. И вот проще всего говорить там, у меня разброс цен, вот от стальки-то до стальки-то, в зависимости от наполнения проекта. Давайте обсудим, что конкретно вам надо, и я скажу, сколько будет стоить конкретно ваша ситуация. Вот тут уже будет доверие, да, там у заказчика. А когда там вот непонятно, есть даже такой вот там прикол, по-моему, в Камеди был, о том, что там, а сколько стоит дизайн проекта? Он такой, ну, это сложный вопрос. Он такой, ну, конечно, если я стою в Кедах Лакост, это будет там стоить пять тысяч. А если я там, я не знаю, в Вьетнамках, тогда там, ну, ладно, ты там голодранец, тебе и за две можно, как бы ты там больше не потянешь. Ну, вот чтобы такого впечатления не было тоже у заказчиков, поэтому обозначайте вилку какую-то и говорите, что это зависит вот от этого, от этого, от этого. Мне кажется, вот, ну, так будет честнее и, в принципе, и сразу будете вступать в диалог, да. Да. Вот, мне кажется, это такой там заключительный слайд, наверное, да. Мы уже и так, по-моему, два часа. Большое вам спасибо за вопросы и за то, что не выключаетесь, а присутствуете на встрече. Значит, что хочу сказать. Будьте открыты новому опыту и действуйте из той ситуации, которая есть сейчас. Вот, не надо ждать, что я вот сейчас там вот это вот пока не знаю, потом я узнаю и там точно там смогу что-то транслировать. Вы уже что-то знаете. Вы уже точно не новичок. Вы уже эксперт для своих заказчиков. Просто говорите об этом. Не надо придумывать то, чего там у вас нет, то, чего вы не знаете. Говорите о том, в чем вы, что вы знаете, да. Там вот, я не знаю, прошло у вас какое-то там обучение по эргономике. Поделитесь этим. Вы точно знаете, как сделать грамотную планировку. Прошло какое-то обучение, поставщик какой-то рассказал. Расскажите, поэтому сходили в салон обоев, узнали, что есть там такие, такие, такие. Вот такие фирмы столько стоят. Увидели просто какие-то классные расцветки. Сфотографируйтесь, поделитесь этим. И это правда важно, потому что у ваших заказчиков нет времени на то, чтобы ходить, в этом разбираться. Они как бы, даже если там это будет какой-то статус в WhatsApp, да, они увидят, такие, о, этот человек как бы в этом разбирается точно. У него отложится, что когда ему это понадобится, он будет иметь в виду уже вас. Цените ваш прошлый опыт, да. Мы все как бы с каким-то определенным бэкграундом, со своими сильными сторонами, реализованные уже как бы до этого, да. Не надо это там обнулять. Берите это с собой. Это как бы дает, ну, и создает индивидуальность вашу. И по поводу обучений. Всегда уверенность в себе и в том, что вы делаете, дает только практика. Поэтому делайте это как бы в тех условиях, которые вот есть у вас сейчас. Кто-то попросил, я не знаю, там, выбрать мебель в детскую. Соглашайтесь, выбирайте. Если там нет заказов, переделайте что-то у себя, там, перекрасьте стены в ванной, там, поменяйте тумбочки, еще что-то. Поменяйте шторы, покажите, как это может быть, да. Сделайте просто, может быть, какую-то композицию на консоли, что-то там, ну, меняйте. Показывайте свое видение вкуса, показывайте там, чем, ну, как бы, чем вы можете быть полезны. И обязательно откликнуться, обязательно у людей как бы сработает вот это вот там понимание, что к вам можно за этим обращаться. Не надо ждать там, когда будет там вот, когда точно вот там я закончу или получу диплом. Делайте, как бы делитесь тем, что вы можете делать на вот как бы здесь и сейчас. Это тоже уже ценно. И есть люди, кому это нужно. И как бы бонус, если мне показалось, что это может быть полезным, вот этот вот брит для заказчика, да, когда мы в первый раз встречаемся и, в принципе, проговариваем, что там должно быть внутри в дизайн-проекте. Обсуждаем все вот эти вот технические моменты для того, чтобы как бы потом сделать правильную, грамотную планировку, да, для него и там предлагать то, что он ожидает с точки зрения там дизайнерских каких-то решений. Напишите мне, пожалуйста, как бы там в Телеграм, в WhatsApp, я не знаю куда, просто напишите мне. Я вам кину ссылку вот на брит для заказчика, тот, который у меня. Это просто Google форма, она очень удобная, ее быстро делать, быстро редактировать. И я просто-таки даю заказчикам ссылку на то, чтобы они заполнили это самостоятельно, либо когда вместе мы садимся на встречи и заполняем как бы вместе. Мне кажется, он достаточно неплохой, полный, но, по крайней мере, я много видела как бы то, с чем работают коллеги и его как бы там наполняло, улучшало. Мне кажется, это хороший инструмент, он может вам существенно помочь в работе на начальном этапе. Напишите мне, пожалуйста, я вам кину ссылку, поделюсь. В общий доступ, знаете, вот так вот прям в общий там чат на 200 человек кидать, честно, не хочу. Но как бы если мне напишите лично, с вами поделюсь. Большое вам спасибо за встречу. Если есть еще какие-то вопросы, у меня по слайдам все. Если есть вопросы, давайте там обсудим. Спасибо вам большое, очень вдохновляюще. Вам спасибо. На самом деле, знаете, как бы вот мне тоже по горячим следам, да, я, ну, как бы помню еще свои ощущения, помню, например, с какими сложностями я сталкивалась, да, и поэтому мне хочется этим поделиться. Правда, внутри, может быть, кому-то это поможет, и как бы их путь будет там легче, быстрее. Лейсан, спасибо вам большое. Меня Татьяна зовут. Я преподаю в Мархе уже 20 лет архитектурной материаловедении. Если кому-то нужно, я еще те же 20 лет занимаюсь перепланировкой, ну, подготовкой документов для перепланировки помещений. Как раз я вот эти требования очень хорошо знаю, потому что 20 лет каждый раз все меняется, и все сложнее и сложнее, несмотря на то, что говорят, что в этой области все будет облегчаться, на самом деле все становится только сложнее. Ну, в плане документации, там, 30 листов уже ТЗ и 30 листов уже проекта для согласования. Поэтому, может быть... Нет, облегчаться точно не будет, мне кажется. Не будет сто процентов, да, и требования только закончились. Просто чиновников становится все больше, поэтому все сложнее и сложнее в этой области. Поэтому огромный опыт у меня в этой области. А пошла я уже сейчас, заканчивая второй, вернее, закончила второй этап в школе дизайна, просто вдохновилась тоже некоторыми вот такими примерами, как вы, очень доброжелательная, улыбчивая, с хорошим языком. Спасибо вам большое. Просто вот очень приятно, когда люди делятся и действительно вдохновляют. Поэтому я надеюсь, что я и закончу, несмотря на кучу работ в разных областях. Тем не менее, все равно так или иначе, я еще строю просто все 20 лет. Но как-то все никак не могла, несмотря на то, что 20 лет была в Мархи, никак не могла пойти поучиться. Закончила я просто строительный институт в свое время. Поэтому спасибо вам большое. Или если кому-то нужны мои вот координаты, тоже могу оставить. Да, вы, видите, просили в общий час. По перепланировке, да. По перепланировке, по согласованию. И скажите же, что как бы все открыты и можно проконсультироваться. Да, 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 конечно, можно и проконсультироваться. И хочется сказать, что очень много присылают, в принципе, я же работаю с дизайн-проектами, да, то есть на основании каких-то дизайн-проектов. И очень жалко, когда дизайнеры настолько, ну, как бы, неграмотные, то внешне одной линии нарисуют, например, квартиру, когда нет наружных стен. И приходится, думаю, боже, где учились эти люди, которые таким способом оформляют свои чертежи. На самом деле же, как бы, после пандемии какой-то прям бум, вот там на онлайн-образование, мне как-то дизайн-приходит. Знаете, приглашение, там, обучаю дизайнеру за 7 дней. Да, 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 наверное, да. Не зарабатывайте от 300 тысяч, как бы, ну, мы же понимаем, как бы, все люди, которые здесь, которые учатся в 6 тысяч, что это, как бы, ну, не все так просто. И, благо, как бы, местность у дизайнера тоже колоссальная, и, ну, там, за 7 дней непонятно еще. И хотел еще сказать про людей, которые занимаются обмерами. Просто вот сейчас сижу буквально параллельно, слушаю вас и делаю работу, и попал в руки дизайнерский проект, где абсолютно, я же меряю, ну, сама, да, выезжаю на объект, естественно, все перемеряю. Ничего не совпадает, вообще ни один размер не совпал с моим. Сижу просто мучаюсь. Поэтому, что если говорить уже непосредственно о людях, которые занимаются обмерами, тоже нужно выбирать, конечно, людей, которые это делают правильно. Ну, спасибо. Это да. Ну, либо самому, конечно. Да, ну, на самом деле, очень информативно было. Прямо вот по всем областям пробежались. Даже, мне кажется, дополнительных вопросов никаких никого нет. Потому что настолько полная обратная связь. Я очень рада, на самом деле. Да, спасибо большое. Каждый блок, он ведь очень объемный, про него можно прямо очень много чего рассказать. Это там отдельное такое. Вот. Если прямо, ну, в детали углубляться. Какие-то ключевые вещи постаралась выделить. Мне кажется, то, что вот, ну, чтобы было общее понимание вообще, как вообще все это в жизни происходит. Спасибо вам огромное за вопросы, за такую приятную обратную связь. Удачи вам на дипломе и на защите ваших уровней. Большое спасибо. Большое спасибо, Лиза. Спасибо вам. Да.